начнем раз раз коллеги всем привет сейчас проверю звук Раз 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 Коллеги всем привет Звук вроде бы идет Коллеги напишите как слышно видно нас Сейчас я нас открою Кто онлайн напишите пожалуйста Слышно видно Федор ушел Ясно Хорошо коллеги представлю вам Двух гостей Саш чуть-чуть сдвинься В свою лево Вот так Представлю двух гостей Это Игорь и Александр Коллеги работают в Ирландии Сейчас они расскажут в какой конкретно Ждем Ждем ваших вопросов Слышно все пишут слышно видно Всем привет коллеги Федор, Никита, Максим Задавайте вопросы Я делал вопрос Вконтакте Есть несколько вопросов Вижу здесь уже тоже в чате коллеги задают вопросы Все прекрасно видно и слышно Саш да привет Задавайте вопросы Коллеги работают за границей С кому интересно Вот как раз можем пообщаться Обменяться опытом Ну Работали же не только за границей Саш Расскажи Где ты работал Как в принципе Где сейчас И как туда попал Я в основном работал за границей Я работал в России Буквально помощником Ты в Санкт-Петербурге, да, Павел? Да Я работал Строили мы на ЗСД развязки И вот такое все Ну я помогал Я свеж-свежко там бегал У нас была старая-старая Сотка Потом я уезжал на Лет-лет Пять-пять На четыре с половиной года я уезжал Я жил вообще в Азии И другим занимался Потом вернулся обратно полгода И был на башне Поэтому ты в Ирландию Поехал Я в этот момент Везу в Ирландию Потому что Ну довольно сложно Все с учением Долг И Вот я попал сюда И через полгода Я уже нашел В Гадезе С довольно таким Плохим языком Ну фейсмоптейбл Такой язык Прям тяжелый у меня Вот Но Просто посылал Везде резюме Где подхожу Где не подхожу А что плевать Просто вот фейером Так посылал И В итоге нашелся Один дядь У которого компания Сушилась Водные сети И С ним проработал Четыре Года Да Четыре года И Тут мой Основной И был Вот А сейчас Я работал На железной дороге Ну тоже Как бы Какой Инженер Который Вроде как Из-за бригады Изъедит Но И все время Не занимается Выносом Потому что Тут нет Такого Геодезиста Настройки Геодезист Настройки Он бы Сайт-инженер Сайт-инженер Как бы Это называется Ну в общем Ты бегаешь Там Все это Выносишь Но И заодно Ты должен Всяк Эдукат Сайт-инженер Полгода Я уже Хую На железной дороге Ночами Там довольно Неплохо платят Поэтому я там Работаю Надеюсь Меня уволят Ясно Так Коллеги Пишут Эхо У нас Сейчас Вот Когда Саша Говорил Последние Там Последние Слова Было Эхо Нет Коллеги Это наверное Через меня Идет Просто Вроде Не должно Быть Вот сейчас Я говорю Нет же Эхо Да На На ютюбе Эхо Сейчас Звук Двоится Сейчас Двоится Звук Да Так Стоп У меня Тоже Двоится Звук Раз 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 Скажите Коллеги Звук Было Постоянно Да А у Меня Сейчас Мы Разберемся Со Звуком Опять Задвоение Когда я Говорю Нет Эхо Так Я Понял Сейчас Сейчас Проверим Игорь Скажи Чем Сейчас Всем привет Привет Отлично Сейчас Наверное Был Еще раз Скажи Привет Всем Меня зовут Игорь Проверка 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 Эхо Эхо Странно У меня Все Отключено Раз 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 Это просто не должно быть Раз 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 А вот сейчас есть пробуем пробуем я проверку еще раз еще раз кепки не слышно а меня не слышно кепки 1 я меня не слышно сейчас 1 1 1 нет имелось именно уж ввиду что и вы не слышишь первым потому что ряд кепки ладно сейчас будем значит отключать по очереди всех кроме того кто вещает может быть у вас друг другу еще отдает так саш ну у меня нет я поговорю ну ты расскажи ты рассказал где ты в какой конкретной Ирландии тут у нас просто коллеги в разных Ирландиях я нахожусь в Британии я в северной Ирландии вот это часть часть Великобритании которая находится в Ирландии на севере у нас в Ирландии нет границы какой кроме как политической вот но тем не менее поскольку у меня вид на жительство британский то работать я в той Ирландии после Брэксиса уже не могу в момент в севере каких-то еще документов вот поэтому это довольно маленькая не знаю что сравнить в общем как бы это два стола машина на машине иду наверх и вот здесь работаю довольно провинциальная теория по английским понятиям а Игорь наоборот он находится на юге он в республике почти что в столице он по Дублину живет так что у нас кардинально разница я в деревне живу а он не знаю что сравнить в общем как бы это у нас стало машина но тут населенный пункт в котором я живу тоже можно назвать прям каким-каким-то сильно развитым у меня в принципе тоже деревня такая прилежащая к Дублину ну по российским меркам деревня конечно так что в Ирландии 9 по численности населения город в той Ирландии которая южная мы называем южной она республика Ирландия но это вот все что южнее северной Ирландии но это населенный пункт в котором я живу тоже назвать сам Ирландия вообще довольно сельская весь остров довольно сельский коллеги какие-то улучшения по звуку есть? кто может сказать? Брей это что Брей? Брей это как раз да именно Брей Брей это название населенного пункта в котором я живу ну здесь условные такие очень границы тоже Дублин плавно очень переходит в я не знаю Шан Кейл коллеги какие-то улучшения по звуку есть? Маленькие населенные пункты они вообще по меркам России я из Саратова кстати не представился даже по меркам еще настолько мелкие какой-то там маленький микрорайон а здесь это считается населенный пункт то есть они вот так плавно перетекают один к другой там порой даже не замечая что ты там куда-то там заехал я вот так один раз был близок к границе с Великобританией там реально никаких границ нет ничего нет и ну реально два дома стоят один из них в республике Ирландии другой в северной Ирландии то есть да разметка меняется когда переезжаешь нет я не заметил начинается сразу все в километрах вот и налоги сразу большие становятся как только в Южную Ирландию въезжаешь это да это да ясно так коллеги давайте по вопросам вроде бы эхо нормально точнее оно ушло здесь у меня стоял просто два источника от ребят звуковых поэтому наверное оно было сейчас я еще раз проверю это название начинается сразу все в километрах все отлично я вижу что звук нормальный так хорошо коллеги вопросы были те которые я вконтакте собирал сейчас еще и по вопросам в чате да вот были вопросы от Андрея Зарбуева был вопрос как у них там мастера вот ну наверное в общем да про стройку я извиняюсь если вы уже что-то сказали я тут занимался звуком Саш ты работаешь соответственно на железной дороге да это что это как бы что какая часть считается строительство изыскания это съемка реконструкция под что съемку делаешь я работал везде я работал в изысканиях я работал собирал гиз данные я как бы работал на стройке выносил ну такие не сильно там точные вещи выносил ну просто как бы приезжал что-то там тут углы вынести тут еще что-нибудь вот и на собственно на этой железной дороге я сам как бы я уж не знаю что мастер это прораб или кто это мастер это инженер стройки мастер насколько я знаю чуть поменьше прораба вот чуть постарше рабочего ну вот в целом вообще если брать по профессионализму народ разный не сильно скажем так ну навозь много делает как бы нормально нормально это грант да народ не напрягается но ирландцы очень дружелюбные люди то есть с ними супер комфортно работать ну у местного населения понятно то есть у них при желании они могут сделать свою работу абсолютно жутко не комфортной ну в силу просто начать называть вещи не своими именами или говорить чуть быстрее или с каким-то дебильным акцентом и ну все и я просто поплыву сразу же вот и за сколько почти пять лет у меня не было такого прям ну вообще ни разу вот то есть в плане вот именно атмосферы супер комфортно работать с местными вот в плане офигизма немножко сложнее потому что офигизм присутствует как бы и он присутствует иногда он как бы в твою сторону а иногда ну просто как бы вот там есть бригада сейчас сваи забиваем мы строим стену это как бы стена которая поддерживает трек чтобы он не сползал вот и там значит вот есть сваи их надо забивать и там какой-то допуск определенный от железнодорожного полотна и вот ближе нельзя и куча дорогой техники выезжает на трек там бригады все это все это должно проходить ночью а и они бьют ты им говоришь сюда они бьют нормально сейчас все забьем и забивает им удобно вот в целом как правило оказывается действительно все нормально то есть это больше мое паникерство но вот он делает и делает ну то есть в принципе русскому человеку там нормально но так как русские которые там оказываются они бегут от этого пофигизма наверное в россии а вот прибежал туда там все то же самое ну в каком то смысле нет это вообще не россия конечно не но иностранцев много вот среди этих мастеров на стройке у меня вообще никого нет у меня другая ситуация про твою ситуацию тоже то есть я понял а сейчас получается это стройка у тебя то есть обслуживание железной дороги то есть компании работают на железную дорогу получается менеджерская компания набирает контракторов которые осуществляют работы для ну это соответственно британская да Великобритания все на деньги налогоплательщик поплачивает понятно Игорь а ты больше что изыскание стройка изыскание изыскание но да под разные нужды ну под строительство я не знаю под строительство коммуникаций каких-то под строительство жилых комплексов много чего тут есть такая тема как сайт лайнс то есть разрешение от сити консул таун консул это ну скажем администрация района города разрешение нужно оформлять на выезд например со своей территории то есть узкие дорожки даже для этого делаем съемки чтобы потом архитектор мог посмотреть и оценить насколько безопасный выезд то есть даже вот такая категория работ есть причем да правильно Саша сказал что не всегда наше мнение российское совпадает с ирландским потому что они на многие вещи просто забивают у меня вот поначалу тоже такая проблема была мне сказали вот сделать топа здесь я сделал так как мог так как я это могу делать так как я это сделал бы в России потом мне сказали а что ты долго немножко сделал мы планировали что ты раньше завершишь вот и оказалось что им там половину деталей этих не нужно было то есть ну сейчас уже взаимопонимание мы нашли вот и понимаем друг друга лучше но поначалу я правильно Саня говорит мы как-то это паникерством занимаемся и здесь ну попроще немножко хотя есть разные виды работы ну да в основном у меня топа но вот я два месяца последних провел на стройках скажем так сопровождение строительства то есть все ну я не знаю я в России не так много времени провел на стройках поэтому сложно сравнивать с Россией хотел сказать что здесь ты можешь сидеть весь день ничего не делать можешь за один день сделать там месячную норму я не знаю как это в России наверное примерно так же похоже да не ну это даже хорошо что ты больше со стройкой там какой-то другой опыт интересный да а вот ты говоришь топография чуть другая там конкретные какие-то примеры есть да что менее детально вот в чем это состоит да заодно расскажу свою историю немножко Саша рассказал я из Саратова вот работал я больше десяти лет в граждан проекте Саратов граждан проект после этого я поработал в конторе которая называется и пегас не знаю насколько это адекватно здесь называть контор вот ты же привет передавал как да 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 вот это были командировки командировки там в соседней области в Ханты-Мансийский автономный округ ну там в основном не в основном там топа и под понятно да под газ под трубы под все эти там гигантские вот после этого как и П опять же поработал там в России в основном топа ну гражданское строительство вот и после этого переехал сюда примерно такой у меня был опыт здесь отличие топа например основное что для меня было вообще я в России не делал съемок например у меня 90 процентов съемок моих было в пятисотом масштабе когда выпегас работали да там были тысячники двухтысячники даже пятитысячники мы делали ну понятно масштабы другие там тайга вот это это не саратов не в городе съемки делать вот но в основном если в городе то это пятисотый масштаб здесь я одну съемку за год в пятисотом масштабе делаю остальное это двухсотый двухсот пятидесятый то есть двухсотый масштаб и он у тебя менее детальный да менее чем где ну ты сказал просто что они ну не так внимание на какие-то детали обращают я просто подумал что что-то можно не показывать да на топографии не 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 обычно мы как раз двухсотом двухсотом двухсотопятидесятом показываем все и собственно я по этому примеру как бы и делал съемку а в каком-то случае конкретном им это не надо то есть масштаб тот же но деталей меньше то есть ну как бы если мне дали задание двухсотом масштабе сделать топы я ее и делаю я снимаю все 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 мелочи а потом я привожу мне говорят блин а а нафига ты вот это сняла а вот это зачем это можно было опустить то есть вот как-то вот да определенные задачи им нужны какие-то определенные моменты на этой съемке а условные знаки отличаются нет есть различные ну в целом ну в целом ну наверно я не знаю я двухсотый в россии не снимал просто я помню во франции там висели примеры этих топопланов и там я не знаю может это под ландшафт еще что-то какие-то там вот прям деревья были вот такими какими-то кружочками волнистыми нарисованы может деревья кусты живая изгородь это все да 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 вот так рисуется одиночное дерево прям сверху вот вид сверху такой был крон да 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 мы когда это как бы стандартно да получается да очень ну по крайней мере у нас это очень стандартно и мы когда снимаем делаем пометки то есть description в описании обычно закладываем не в код а в описании закладываем крону и ствол то есть диаметр замеряем это все закладываем и потом при отрисовке просто вбиваем эти данные и программа автоматически отрисовывает нужный диаметр ствола и так далее ну ты сам получается и рисуешь да то есть ты сам снял сам рисуешь или есть какие-то отдельные ребята вот у тебя в конторе в моем случае да я такой в общем-то в россии этим и занимался что сам снимал сам отрисовывал поэтому мне удобно помимо меня здесь чех и поляк в моей конторе работают они чисто полевики то есть есть еще один товарищ он чисто камеральщик вот а я сам снимаю сам отрисовываю то есть ну это конкретно мой случай может быть он как раз и немного нестандартный вот тут коллеги задают вопросы давайте переключаться тоже на чат федор задавал вопрос пользуется ли популярностью продукция карлсон софтвер если да то как себя показывает в деле layout layout не знаю как это говорится знакомый с таким программным обеспечением это карлсон на на android знакомый не пользуется популярностью не пользуется утверждаю а что вообще давайте по оборудованию вот интересная тема хотя он со временем что пользуется популярностью вот знаю игр работает на тримбл я хотел кепку тримбл одеть просто она была в моей голове вот китайцы лучше сшили тримбл главе стоит здесь в основном но на лейке на тримбле все сидят изредка можно встретить каких-то странных людей с топконами ну они в принципе хотя сейчас уже не важно я думаю что в на том возможно там мсхн встречается здесь в принципе они тупо идут в дилерский центр куда ходил сосед и покупают а в дилерском центре им говорят вот ну там как бы получается больше компаний то есть вы работаете вот с компаниями государственным например или все это больше вот частный сектор есть какие-то компании государственные которые ну какие-то основные геодические работы по всей стране выполняют может быть сети базовых станций ну не может они явно есть кто-то их ставит и сколько их в принципе здесь по-другому устроено здесь в принципе государство всегда нанимает частников то есть ну по крайней мере в британии так сделано то есть есть частные компании которые обслуживают государство вот таким образом поэтому просто есть компании крупные которые там которым государство доверяется крупнее есть компании и есть ну как бы субподрядчики подрядчик он там допустим вот взял большой какой-то проект ему нужен геодезист он сап 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 и туда дальше ну то есть не ну в принципе в россии в какой-то мере тоже так есть большие компании есть государственные но есть же какой-то вот сервис или как там служба общая государственная да которая контролирует сами они не выполняют работы там у них есть своя там сеть базовых станций что-то такое есть бабки распределяют ну в основном бабки распределяют есть орден сервей это вот как бы это как бы объединение да 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 то есть это их картографическая вот эта вся история основная у них там веб-сайт свой у них можно всякие карты покупать на веб-сайте доступ к картам вот как на на прямбле там же нельзя подложку делать нормальную там нужную специальную в твоей координатной системе вот то есть вот у них это можно купить но в целом у меня если честно складывается ощущение что в силу того что мы все-таки как бы немножко эмигранты немножко работаем ну пониже то есть я в линкедине вот в социальной сети для работающих для безработных да я вижу довольно много людей которые явно как бы соображают очень неплохо и делают всякие интересные штуки вот но в живую я к сожалению пока не встречал то есть сваи с тобой на железке не забивают да понял сваи на железке не забивают но сваи на железке понимаешь что те кто в основном делают ту работу которую я они автокады не видели потому что ну грамотность софтверная как бы очень низкая потому что в России сами знаете как бы возлюбитная история играет у каждого вот здесь такого нет соответственно тупо твое понимание как бы софта который ты можешь попробовать тот 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 и выбрать себе там условное его просто нет вот он ходит со своим тримблом снимает забивает коды потом все это кому-нибудь отправляет там человек чешет голову разбирается что там наснимал вот а в случае например Игоря он может сам пойти сам все снять там все обработать как бы и не надо там потом думать никому и в целом ну владельцу компании или тому кому-то предоставляешь эти услуги ну намного удобнее когда один человек все делает вот есть я пытался устроиться ну в компанию которая занимается тоже типа ГИС они у них отдел который занимается broadband интернет короче они интернет протягивает везде кабеля вот и у них тоже ГИС им нужно значит все эти кабеля заносить в базу и какие-то там киоски вот эти которые электрические щиты их и так далее вот у них да у них там бегают люди которые просто снимают потом куда-то отправляют а дальше они обрабатывают а я вот с ГИС работал я сам пришел сам все снял сам все с ходами закинул мопинфо у меня работали там они любят мопинфо вот и все это через киос мопинфо с правильным оформлением и туда но иногда очень хочется сказать что ну ребята вот например яркий пример как работает ну вот это местный водоканал здесь то есть они за каким-то чертом хотят чтобы у тебя на каждый дом был лейбл который переведен в отдельный слой и и все это и все это должно быть в формате мопинфо это у тебя в отдельном слое что будет ну то есть будет каждый дом просто в отдельном слой или какая-то одна хрень лейбл 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 то есть у тебя есть вот этот large scale вектор карта и дальше у тебя есть вот эти вот подсоединения воды к каждому дому там всякие кранчики и так далее и ну если уж ты работаешь с гисом ну блин нажми ты господи кнопочку лейбл включить лейбл выключить и тебе покажет номер дома нет надо чтобы им перевести все в отдельный слой чтобы оно сидело в отдельном слое чтобы оно скейлилось как бы то есть чтобы приближать удалять ну и как бы непонятно ну честное слово зачем ну это просто муторная работа который нигде еще я не нашел как это делать даже вот я все делал через QGIS максимально потом перекидывал в map.info и все равно вот это вот перетаскивание лейблов потом которые ну там есть лейбл функции перекидываешь в отдельный слой и все они уже дальше объект их надо там двигать стрелочку на эти 160 домов ясно Игорь а у тебя по оборудованию ты нам не ответил да или сказал не ну по оборудованию ты правильно сказал у нас тримбл причем да Саша правильно говорит тримбл лейка мне кажется девяносто пять или больше процентов компаний имеет это оборудование потому что как Саша сказал да именно так и есть то есть они не вымудряются да они переплачивают деньги они готовы платить и у них особенно других вариантов то и нет мне кажется да у нас все на тримбл наш какой-то развитый дилер или там и там да да корек наверное у Саши в Северной Ирландии они же тоже есть у нас ругаются мы общаемся с который находится в Шотландии потому что наш очень душный ну для примера мы заказали унитар 12 в феврале он пришел к нам в июне пришел пришел бракованный его отправили обратно и после этого он что пришел в конце лета уже он через Киргизию уже ну у нас феврале уже был дел кстати да актуальный вопрос патриотический вопрос вот у вас у все у вас разные я думаю будут варианты на это что тут нам задает коллега вопрос какая причина переезда из великой России вот ну так как-нибудь просто совпал тут наш стрим с определенными событиями очень много локализованных оказался и поэтому релокализованных да и поэтому у людей наверное возникают такие вопросы коллеги уже достаточно давно работают живут в Ирландии Игорь расскажешь свою историю а расскажу да не проблема я да приехал сюда то то 24 февраля как раз уместился да 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 то есть причина была не не быстренько собрать чемодан и убежать в принципе у меня сам переезд занял достаточно долго времени то есть сбор документов получение во-первых разрешение на работу у меня немножко такая история получилась комичная даже в каком-то смысле вот Саша упомянул LinkedIn с Александром да LinkedIn упоминал где-то у меня там был мой профиль и собственно мне как-то какой-то один прекрасный день написал товарищ из Ирландии как скоро я смогу приступить к работе на что я ему написал ну не знаю мне надо собрать документы для начала визу оформить он через там я не знаю день он мне пишет а ты в России а тогда понятно я ну я сделал вывод что ну ладно все простились с этим товарищем вот он мне написал ну ты узнай сколько там у вас это займет я узнал там несколько месяцев сказал он ну в принципе говорит я подожду ну вот в общем то так я и оказался здесь ну опять же причины если говорить о причинах то ну просто попробовать в России что я не пробовал ну много чего не пробовал понятно но почему нет это опять же это было в скажем так мирное время и ну если бы сейчас конечно наверное как многие тоже быстренько бы чемоданы паковал но это не было тогда целью я не буду спрашивать как ты на линкедине оказался хотя он заблокирован в России нет он у меня давно там профиль висел но да я его обновлял у меня тоже висит просто туда лень заходить вот такими путями ну понятно ясно ясно Саша а у тебя история ну я думаю более такая долгая ты да мы мы в России как бы мне было сначала просто очень холодно мы поэтому лазим а как ты в Санкт-Петербурге оказался если ты такой теплолюбивый родился и главное Ирландия да я вчера что ли твои фотки по моему Саша смотрел запрещенный запрещенный в России социальной сети вот там прямо пустыня такая северная как ну Санкт-Петербург наверное напоминает вот ну ты же теплолюбивый как ты в Санкт-Петербурге оказался по семейным обстоятельствам нет я там родился я не могу вот ну вот как бы там пожили в Азии просто утомились вернулись у меня жена получила болгарский паспорт в процессе когда мы жили в Азии и мы поехали сначала в Болгарию я в Болгарии еще 5 до 10 вот но там получилось что в общем довольно тяжело все по деньгам и по условиям и оказалось просто что брат у моей жены здесь вот в Северной Ирландии работает на грибной ферме убирает грибы короче короче вы истинный патриот я понял Игорь просто занесло тут случайно в LinkedIn ясно вот я задавал вопрос по базовым станциям вот что-то никто не ответил как там с базовыми сетями базовыми станциями пользуетесь ли как работать в каком режиме если ГНСС это касается радио базовые у нас в РС просто приезжаешь включаешь и работаешь то есть по радио ты там никогда не работал не знадобно нет вообще у тебя собственно из оборудования соответственно какое оборудование это ГНСС приемник да 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 в основной массе у нас как это происходит то есть мы приезжаем если это топа такая вот обычная съемка приезжаем включаем приемник делаем несколько точек к себе через включаемся через ВРС все делаем несколько точек закрепляем и после этого ставим тахеометр и снимаем здесь ну отличие тоже такое достаточно большое ну не знаю опять же у кого как может быть кто-то так и в России работает я так не работал то есть там все в основном все GPS где-то где прием плохой там если в РТК снимаешь можно поставить тахеометр здесь нет здесь почему-то принято все делать тахеометром то есть GPS ну по крайней мере мне мой босс меня он просит чтобы я по максимуму использовал тахеометр если только прямо вот поле-поле где на котором ничего нет и опять же для чего-то такого там для уточнения границ участка там сам этот участок нужно снять тогда он говорит да чтобы сэкономить время можешь не ставить тахеометр не включать а в основном делается да все тахеометром ну наверное это обусловлено тем что 200-250 масштаб как раз подетальнее надо обычно если в городе а детали ну тахеометром то есть у вас чуть поменьше пофигизма чем в той Ирландии ну да вот мы с Сашей уже до этого общались а мне кажется он вообще не в Ирландии мне кажется он там в Азии сидит смотри солнце какое-то время пять часов у него солнце облака красоте а нет в Азии наоборот же там сейчас у них плюс пару часов к Москве да у них ночь да да вот а по по поводу оборудования все все Тримбл у нас гос как перешел на Тримбл ему нравится то что вот эта экосистема то есть все завязано на одном производителе и на самом деле это очень удобно когда у тебя GPS я не знаю ладно не будем называть производителей чтобы никого не обидеть от одного производителя там от другого ну это наверное все знают это геморройно в достаточной степени перетаскивать координаты там когда ты закрепил несколько точек там съемочное обоснование сделал то это нормально да 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 здесь нет бабки есть почему не купить да все это принято в принципе и цены другие чуть чуть поменьше зарплаты другие все в одном контроллере ты сделал себе несколько точек они у тебя попали в контроллер все у тебя координаты там поставил тахиометр просто отключил GPS подключил тахиометр и в этом же контроллере у тебя все в этом же проекте то есть ну как бы это удобно реально сканер GPS не надо ничего соединять нет соединять как раз надо самому это единственное что надо да 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 перебивать вручную координаты у тебя все в контроллере это удобно поэтому все тримбл GPS у нас R8s R да 12 но только не i вот по поводу тахиометров S7 S9 S9 S5 и сканеры у нас SX 10 ну и сканирующий тахиометр и сканер как таковой X7 все тримбл все удобно а ну контроллеры TSC 7 у нас третий где-то валяется тоже есть но их никто не пользует это конечно мучение после TSC 7 но вот так что у нас как-то вот так по оборудованию Саша у вас по станциям настройки да по станциям мы использовали VRS уже вот ну поскольку водные сети везде далеко не везде была связь у нас это IDL 450 база вот ставишь базу просто и как бы от нее работаешь в принципе ну максимально у нас еще была такая история что у нас один VRS как бы компания была очень маленькая вот эта ГИС которая и у нас один одна VRS подписка на трех человек была вот и по большому счету как правило в поле один человек но может быть богаче они да да наверное все таки это как-то столица вот и ставили базу но вот когда появился уже вот 37 у нас тоже там появился R12i там я конечно уже базой практически вообще не пользовался потому что ускоряется все на порядок с этим ровером у нас до этого был R6 и это конечно боль а R12 он бодренький очень 6 я что-то уже не помню как он вообще выглядит в приеме не знаю вот а 6 он выглядит как R8 только не S абсолютно точно так же потому что я когда пришел сейчас на железную дорогу у них там R8 я его как увидел я же перекрестился дома ну ладно он нормальный мне наоборот нравится он больше всех R8 нет он он ламповый теплый как бы но но все это вот и R8 он конечно намного R6 более комфортный вот и у нас был тахеометр уламывал я босса на сканер ну сами понимаете с гисом как бы сканер ну это совсем вот я еще на у меня дрончик есть я летал на дрончик но это уже как бы он твой дрончик или в смысле ты привез его или там я его здесь купил как бы и заказал GNS из России поставил А апгрейд да сам заказывал а чей апгрейд у тебя у тебя дроновский вот и в принципе Mavic или у тебя фантом нет у меня фантом вот и он довольно неплохо себя на самом деле показывает особенно если какие то такие крупные объекты где дофига нужных деталей прям удобно с ним вот ну а сейчас ты его используешь для чего я вот этот в основном использовал ну у тебя не регламентируется чем снимать да там как бы ты хочешь коптером снимать снимаешь коптером ну тут понимаешь тут такое дело что как оказалось что я чему-то самый опытный оказался в своей компании вот и они в общем вставали мне делать так как я хочу столько сколько я хочу и в этом плане было ну огромное количество свободы вот единственное вот они я ему нашему шефу говорил давай купим квадрокоптер это очень я я просто просил его купить квадрокоптер я думал фантом 4 ртк купить чтобы он купил как в принципе ну это небольшие действительно деньги для ирландии ну вот он типа да-да-да-да-да да нет в итоге ассортил вот но сейчас опять же с 21 года здесь по полетам сложности с законодательством произошли новые правила и в общем легально летать ну можно но это уже совсем очень ограниченного восприменения сразу стало то есть надо жилыми домами летать как бы нельзя а раньше можно было раньше 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 если ты не пилота получать ничего не разрешение тебе нужно было иметь пфсо как бы это какой-то там пермит для коммерческого использования раньше и неважно на чем ты летаешь как ты летаешь просто вот у тебя есть это пфсо и лети насколько я понимаю вот а сейчас их разделили на категории сейчас есть а2 у меня вот а2 категория сейчас есть но там уже начинается тут не летай тут спроси и так далее тут значит у них visual line of sight вот этого как бы типа следи за ним понятно что все это можно проигнорировать как бы но в целом не очень хочется на самом деле игнорировать поймают куда нибудь поймет fordi я не очень понимаю как это Плюс тебе нужно поставить номер на свой дрон регистрировать тебе нужно зарегистрироваться как пилот на бейсайте тебе нужно зарегистрировать свой дрон прилепить на него номерах все с россии содр Oak ничего своего Игорь, а ты с дронами Нет, не в России К сожалению, не работал Не здесь В Ирландии милое дело Пустынь Он говорил, что планирует Но пока до этого не дошло У нас зато по наземному лазерному сканированию Намного больше работ, чем у Саши У него там сканер не покупают Вопрос, кстати, по 3D был В 3D выполняешь изыскание вообще? Ну, 3D это понятие растяжимое Но вообще есть какой-нибудь 3D кадастр? Чем-нибудь более сложное, чем в России Да ну, я бы не сказал Нет, 3D кадастр Сдача куда-нибудь в 3D Здесь вообще создать Все намного проще Кстати, был где-то вопрос По-моему, в группе ВКонтакте По поводу ПТО и так далее Здесь нет Это мы сейчас придем Нет, ну вообще я тоже Когда Я же во Франции когда учился Я вел Тему на геодезисте И вот, как бы, вопросы все Хотя прошло лет 15 Но Вопросы примерно все те же самые Что Как сдавать 3D Все тоже Все тоже 15 лет прошло А 3D все в Европе нет Нет, здесь работают То есть работают с высотными отметками Ну, как бы Ты когда получаешь Очень удобно, кстати говоря Когда тебе приходит чертеж Там для разбивки У которого все высотные отметки Проставлены на местах То есть ты Тупо Ну, линии можешь в 3D выносить Trimble это умеет Поэтому Ты Ну, грубо говоря Тыкаешь на линию И все Он тебе показывает Не знаю Если пардюр-то выносишь Показывает и высотную отметку Сразу все Это удобно Это не совсем плоские чертежи Тем более не бумажные Как у нас в России Это принято По бумажным чертежам Там все это выносить Здесь нет Тебе скидывают Которые да Все высотные отметки Для надежности Нет, я ничего не говорю Я сам так работал Я к этому как раз И больше привык Не такой патриот Как Александр Ты недавно уехал Не надо Кстати, PDF Любители Вообще Тут Все в PDF 3D PDF Какой-нибудь Нет, ну есть же 3D PDF Есть, есть Можно Все на этом PDF Но просто Ну зачем Кому это нужно Это все Весь этот PDF Ну печатать будем А3D Ходить потом С простынями с этим Вот еще вопрос Про Изыскание абреса Вот Slim Да, привет Владислав Литвинов Задает вопрос Абресы вручную Или в контроллере Ну можно еще Наверное Рассказать Игорь Вот как Workflow Так сказать Скажу Какой-нибудь У меня английский Словечко Как Вот это вот Абрес рисуешь Передача данных В офис Какое-нибудь Облако Или просто Никаких Бумажных абресов Задание На контролл Вот Задание Вообще Интересно Все через Имейл И наш директор Босс Работа его заключается В том Что он Тупо отправляет Прям тонны Имейлов Принимает Тоже Он сидит в офисе И Во-первых Он Не-не-не Не Заказчиками Общение Происходит Все через Имейл То есть Они Ну иногда Созваниваются Да Но Все задание Он получает Через имейл Отправляет Осмеченный Заказ Обратно Заказчику То есть Все через имейл Нам то же самое Вечером Ну например Сегодня вечером Мне приходит Задание на завтра То есть Я получаю Имейл В котором Ну у него есть Свой там Шаблон Скажем так По которому Он заполняет Название Объекта Aircode Это Скажем так Ну что-то Аналог почтового Кода Российского То есть Ну он здесь Поточнее немножко У нас там 410035 Это тупо Вот почта Которая там В Саратове Где-то расположена А здесь Используется Код Который приведет Тебя Ну по сути К дверям Или К въезду На участок Вот Присылает Этот aircode Может быть Какие-то там Пометки делает И присылает Все Включая Даже Вот эту смету Свою Сколько Это будет стоить Для нашей компании То есть Все-все-все Присылает На e-mail Если есть Какие-то Чертежи Там Двг Дэксеп Все это Тоже Присылается Ты Тупо На контроллере Открываешь Почту Скачиваешь Этот файл Закидываешь Ну если он Применим К контроллеру Если его Можно загрузить Конечно Вот По сути Все Ну не Все Наверное Но Большую часть Да Есть такие Чертежи Двг Дэксеп А сроки Как-то Ставят Сроки Да Кстати Ну если не на один день Не на полдня Работа Это тоже Обязательно Обязательно Это все Описано То есть Код Объекта Заказчик С кем Связаться Контактное Лицо Срок Который Он там все Описывает Он делает Копию Если не ты Будешь Это все Приводить В цифровой Вид После этого Если ты Делаешь Полевую Работу На этом Объекте А кто-то Михал Например У нас Поляк Есть Который Камералкой Занимается Если он Будет За тобой Отрисовывать То он Я имею ввиду Босс Отправляет Мне и Михалу Сразу Одно и то же Письмо И В этом письме Он пишет Да что там Например Два дня В поле Один день Процессинг Отрисовка Все И я знаю И Михал знает И Михал уже ждет Что вот Начиная с этого дня Я буду там-то Там-то снимать То есть Старт Дейт То есть Начало Съемки Вот Конец Съемки Ну иногда бывает Так что Не вмещаешься В срок Ну звонишь Робу Говоришь Ну там Надо еще полдня Надо еще день Здесь в основном Ну да Иногда бывает Раньше заканчиваешь Ну как бы Всякое бывает Ну в основном Да считают Считает он Как-то грамотный Я не знаю Не выезжая на объект Ну там По акрам Да опыт А вот Ты соответственно Один работаешь И Саша Один работает Да Вот Есть у вас Кто-то Кто без машины Вот Например Я хочу Работать А водить Не умею Вот что делать Есть такие Или все Мне кажется Нереально Михал хотя бы Без машины Добрый Сует Михал в Польше Находится А Он вообще Он работал здесь Примерно Я не знаю 8-10 лет Вот И Потом Они договорились С Робом Что Он в поле ездил Тоже отрисовывал За собой За другими ребятами Сейчас он работает Только на камералке Из Польши удаленно Да Тоже так же Он получает Эмейл с заданием Он знает Что я поехал Это как бы Обязательно Чтобы машины Водить Да Машину Предоставляют Или Саша у тебя своя Или конторский Ну Ты можешь По-разному В принципе Тебе могут Предоставить машину Но Тогда ты будешь Платить больше налогов Потому что Есть так называемый Сайт Веикл То есть Типа Ну Машина На которой Ты на сайте работаешь Служебная машина Но служебная машина Считается бенефитом Поэтому Если ты получаешь бенефит У тебя Налоги здесь Народные Вот Поэтому Можно брать Компенсацию На машину Либо Можно брать Ну тут уже Каждый У кого Как Можешь Например Взять машину В компании Она будет Консенсироваться Как сайт Веикл Но ты будешь На ней ездить Как бы Не только По сайту Ну Типа Все время На работе Я работаю У меня сайт Такой Около дома Ясно А ты на этой Приехал Или у тебя Тамошняя На этой Да Да не Тут машина Дешевая Зачем Нет Тут Во-первых Тут правый руль А у тебя Игорь правый Да Ну здесь Левостороннее движение Тоже правый руль А правый руль Это тот Который А правый Да Все правильно Никак в Айси Да А ну да Ты сидишь За рулем Понятно Вот И Как нормально На правом руле Я не умею Ездить У тебя же левый Был В Саратове Ясно Так Да Нормально Два дня привыкать Не просто так В кепке Си-чиси Сижу Вообще Про китайцев Кто-нибудь знает Да Знают Но На сайте Можно узнать Но Сложность Когда Игорь Приезжал Он такой А у меня есть Типа А это можно рассказывать Барышнич Хотел привезти А продать Нет Сам работать Работать Вот И в итоге Ну мы нашли Этот Си-чиси сайт Как бы без проблем То что там цены Чтобы цену Узнать Нужно Заполнить форму И тебе будут звонить То есть я заполнил форму Мне позвонили через два дня И что-то там Короче Впаривали Кроме Си-чиси Мне по-моему так цены На Си-чиси не сказали А мне Мне впаривали Какой-то вот Что ты не на тот сайт Попал Ну там Всеми буквами написано Не Ну а вообще То есть вот там Видели может быть У кого-нибудь У коллег Китайский Тахеометр Китайский Приемник Нет Я нет Я два раза видел С такими не общаетесь Человек В Северной Ирландии Будет выходить Из состава Британии Полис уходил тоже Вот Коллега Из ФСБ Спрашивает Северной Ирландии Будет выходить Из состава Британии Мы по-русски говорим Поэтому Вопрос допустимый Ну Она Как бы Планирует Сейчас у нас Сменилось правительство Которое вроде как У нас есть Те которые Как бы Хотят Соединиться с Ирландией И есть юнионисты Которые Собственно С Британией Вот В общем И сейчас пришел к власти За долгое время В первый раз Шон Фейн Он Как бы Слоняется В сторону Республики И он сказал Что Ну Мы Организуем Отделение Ирландии За 5 лет У него срок 4 Референдум Я понял Срок закончится И все отделятся Ясно Еще вопросы По китайскому По китайскому То есть Нет Не представителей Прям Чтобы ходили Раздавали Или как То есть Хочешь Найди Незнакомых Никто не работает Я видел Я видел Сейсенав Есть Сеть базовой станции В UK Она как бы На Ирландии Не распространяется Не помнишь Как называется Но в общем Это по крайней мере Не VRS Что-то другое И вот У них Они На постеле У них на базе Стоят Сейсенав Вот Прям Вот мы еще одну Поставили Еще одну Поставили Если они пытаются Развиваться Но Блогеры Не поддерживают А есть блогеры Ирландские Геодезические блогеры Ну кроме Вообще Очень сложно Очень сложно Я Я хотел сказать Что я пытался Как-то найти Геодезистов Там в инстаграме Ну именно Ирландцев Которые работают Здесь Здесь в принципе Ну вот Саша Говорил По-моему в эфире Он не говорил Это он мне рассказывал Что здесь да С геодезистами Тяжело Ну мне и собственно Мой начальник То же самое говорит Что он собственно Почему меня и нанял Потому что Ну сложно очень найти Ирландца Который работал бы Именно геодезистом То есть они все Рвутся вот В сайт менеджеры В сайт инженеры Как говорит Как говорит мой начальник Что Те люди Которые могли бы Быть хорошими геодезистами Они почему-то выбирают Вот именно Вот этот менеджмент То есть такой строительный Вот Ну не хотят Наверное по полям Ходить Хотя природа здесь Замечательная Круглый год Без снега Без мороза Немножко ирландец Еще вопрос А точнее вопрос Вот Кирилл пишет Предложите боссу Попробовать CRM Аля наши Битриксы Мегаплан Почувствуйте Увеличение КПД Я кстати тоже подумал Вот это распределение Это как есть Геодезистическое Сопровождение Строительство Конторы Вот такого рода У нас почему-то Это не вызывает Восторг А вот В Ирландии Прекрасно работает Сидит чувак Письма Рассылает Ну CRM Я так понял Не использую Просто Письмами Общаются Постановка задач Вопрос Вот от Марка Андрея Андреева Шабашки Берете Можно У меня Не было Саша Можно Предложение Можно Предлагать Ясно На самом деле Ну Просто В силу того Что Можно Но очень маленькая Страна Понимаешь Как бы Все друг друга знают Все узнают Здесь не принято Здесь не принято Пользование Получается Не свое А Конторское У меня У меня была ситуация Когда Мне предложили Ну то есть Мне позвонил Просто С сайта Человек И предложил Я напрямую Сказал боссу Что У меня есть Такой вот Я хочу Там поработать Но босс Видимо Прикинул Что я Наверное Сильно меньше Денег Попрошу Чем Он сам Попросен И сказал Что это В общем Не самая Хорошая идея И завершилась Эта история Нет В принципе Смотри Тут Можно Работать Самому На себя Потому что Ты становишься Селф-эмплоид И Дальше Это на самом деле Довольно Прибыльно Работать Именно Как бы Капитан подсказывает Работать Для себя Немножко Прибыльнее Потому что Ты становишься Селф-эмплоидом И Дальше Есть Огромное Количество Агентств Которые Ищут Вот как раз Таки Геодезистов Которые Не будут Повязаны С работодателем Вот этими Обязательствами Или Шесть недель Надо платить Если Работы Нет И вот Это все И Там Деньги Более Интересные Плюс Опять же Если ты Самозанятый Ты можешь Дальше Плеймить Свои таксы Как бы И Получать Денежки Обратно То есть Там Рабочая Одежда Например Бам В конце Года Обратно Деньги Получил За это Все Обратно Из такс Тебе Возвращаются И Там нормально Можно Как бы Минус Расход Вот Я не очень Там все Достаточно Просто Я не очень Понимаю Как это Все Работает У меня Сейчас Как раз Я Должен Как стать Самозанятым Скоро Я должен был Вчера Стать Самозанятым Но до сих пор Не стану Ну вот После Нашего Стрима Станешь Я понял Да И Работать На ту же Самую Железную Дорогу Просто Да у тебя Там нет Отпуска Условно Оплачиваем Но ты Просто Этот отпуск Перешиваешь Сразу За Один месяц Не Ну ты же Сам Регулируешь Что это Отпуск Оплачиваем В смысле Оплачиваем Отпуск Но я имею ввиду Что если ты Если ты Президент У тебя Еще меньше Отпусков Я понял Но лучше Наверное Быть Самозанятым Но я имею ввиду Что просто Тебе не нужно Заниматься Поиском Клиентов Есть Конторы Которые Тебе просто Будут Распределять Есть Посредники Которые Тебя По определенной Схеме Как бы Сдают В аренду Тому Кому Ты Нужен И тебе Не нужно То есть Да ты Обзаводишься Связями Но вот Такой Путь Он вполне себе Реально Работающий Но Опять же Вот Игорь говорит Что Очень много Выходят Сайт-инженер Потому что Действительно Геодезист В местном Понимании Ну вот Подсервеер Это человек По большей части В поле И человек По большей части Немножечко Как бы Мудинь-динь В плане Софта И Отпусков Вот И Ну и Меньше платят Ну вот так Пока ты То есть Когда на себя Смотрят Потенциальные Даватели работы К этому Надо прийти Потому что И так Не привыкли Ясно Да Еще вопрос У нас Не роботов Кто-нибудь Где-нибудь Использует Или роботы В основном Ну так как Человек один Наверное Больше роботы Ему же надо С контроллером Ходить Ну я еще 15 лет назад Во Франции Видал Человек приезжает На машинке И очень мало Было вакансии Чтобы ты не умел Водить Я даже Когда водоканал Устраивался Все равно Они говорили Мы тебя Первое время Будем учить Водить То есть Надо будет Права получить А потом Уже работать Поэтому Да В ближайшее время Улетаю в Ирландию В языковую школу На 8 месяцев Вот Максим пишет Сам закончил Универ по направлению Геодезии Дистанционное зондирование Есть возможность Устроиться в Ирландии Геодезистом И Созвучный вопрос У нас был Что нужно Чтобы устроиться На работу Геодезистом В Ирландии И иметь право На работу Разрешение на работу То есть Надо все равно Оформляться Ничего не надо Надо Ну работодателя Надо Правильно Чтобы разрешение На работу Получить Надо Чтобы Наверное Явка Да Вот Игорь Столи свежий Даже не свежий Я думаю Просто у Саши Немножко реально По другому Он же еще Там Какое-то время Другие страны Какие-то Вот Как это происходит В основном И в моем случае Было Именно так Это Да Первое Что вы должны Сделать Это найти Работодателя Который Остальное Вы узнаете Из наших Платных курсов Как устроиться На работу В Ирландии Ну кстати Да Хорошая Бизнес-идея Вот Ну первое Это да Это работодатель Который Будет готов Вас ждать И здесь Вы не в самом Выгодном положении Потому что Россия Не в ЕС А граждане Евросоюза В гораздо Более Выгодном Положении У меня Есть Несколько Таких Примеров Когда Вот Мой Пример Например Это С Июня По Конец Октября По-моему Или даже Ноябрь Это ожидание Разрешения На работу На работу В Ирландии Это Вот эти Четыре Месяца Это Просто Ожидание Бумажки Которая Позволит Тебе Продвинуться Дальше То есть Если Ты нашел Работодателя Который Тебя ждет Который Готов тебе Платить Деньги Который Не знаю Работодатель Да Да Вот После этого Разрешение На работу Которого Ждать Долго Но сейчас Говорят Побыстрее Делают Мне так Не повезло После этого Ты идешь Подаваться На визу На рабочую И Ее еще ждешь Там Недели Три Четыре И только После этого Ты можешь Пролетать сюда И уже Здесь Начинать Работать Вот Это Самый Частый Случай Потому что Есть и Другие Случаи Но в основном Вот этот Используется На Официальном Сайте Республики Ирландии Посольство Не знаю Не посольство Правительства Ирландии Вот На ирландском Сайте Есть Вся процедура Описана То есть Собирайте Все необходимые Документы Если Ваше Образование Соответствует Вашей Профессии Если По-моему Там всего Лишь Год Даже Достаточно Чтобы Вы проработали Вот Называется Это Critical Skills Employment Permit То есть Critical Skills Это Такой Я не знаю Он В нескольких Странах Существует Прям Примерно С таким Названием Это Есть список Утвержденный Правительством Страны Профессий Которые Здесь Востребованы Геодезиста Как такового Вот Сервеер Там Насколько я знаю Сейчас нет Список Обновляется Периодически Сейчас Там есть Setting Out Engineer То есть Это Инженер Разбивочник По Выносу Точек Инженер Вот Да Можно Можно Зай Геодезистов Много Сервееров Много А вот Конкретно Разбивочник Да Вот Разбивочники Здесь Нужны Поэтому В принципе Кому Интересно Может Попробовать Но Опять же Его Оформляешь Это Разрешение Только Имея Контракт От Работодателя То есть Первое Это да И основное Это найти Работодателя Которую Будешь Дать И Возвращаясь К тому Что Граждане Евросоюза В более Выгодном Положении Ну Вот У меня Есть Хорват Знакомый Он Как раз Сайт Инженер Ну Такой Аналог Прораба Что Это Такой Который Сам Там Чего-то Делает Может По Геодезии Чего-то Сделать Может Еще Что-нибудь Хорвату Как раз Не надо Точнее Работодателю Для того Чтобы Принять Хорват Не надо Чтобы Специальность Была Именно Что Вот В этом Списке Этот Список Навер Касается Совсем Не ЕС А Заграничных Я просто Помню Когда Я тоже Собеседование Проходил Во Франции Там Ну В принципе Геодезист Был В этом Списке Но Даже Будучи В этом Списке Работодателю Это Не каждому Надо Вот Эти Все Бумаги Собирать Разрешение Доказывать Ну В принципе У нас же Тоже В России Есть На определенные Специальности Квота Какая-то Миграционная Рабочая Во всех Суть Суть в том Что Поляки Здесь Много Поляков Они Из-за чего Сюда Едут Здесь Зарплаты Гораздо Выше Чем Польша И Им Ничего Не надо Они Сели на Самолет Не в ЕС У него Другая Ситуация Не в ЕС Им надо Зарегистрироваться Им все равно Регистрацию Надо Это все В течение Недели Делается Это все В течение Недели Они Сели на Самолет Прилетели И Могут Приступать Работать В моем Случае Вот Весь Этот Процесс С момента Когда Я Начал О чем-то Говорить С работодателем И То Момент Когда Я Высадился Здесь На Острове Прошло Полгода Им Это все В течение Недели Дается И Никаких Проблем Нет Поэтому Ирландцы Ну вот В моей компании Как раз Один Ирландец Это Начальник Два Поляка Один Чех И я И со мной Больше всего Проблем Было Ну из-за России К сожалению Да Это сложно Сделать То есть Основной Вопрос Да В этом Я бы сказал Что Член Европейского Союза Может просто Прилететь И начать Работать Начать Работать У него Есть Право Работать В ЕС Право Есть Но все Равно Даже Просто Даже Внутри Страны Переезжаешь Какие-то Регистрационные Должны быть Ты Постфактум Все регистрируешься Я кучу Народу Здесь Видел Которые Просто Приезжали Полгода Работали Уезжали Нигде Ничего Не регистрировались Это Как бы Да Ты должен Регистрироваться Но Совсем Кофе Ну понятно Ну Великобритания Вышла Из Евросоюза Сложнее Стало Ну Тебе-то Нет Вообще Теоретически Мне Это Как-то Сложнее Стало Мне Сложнее Стало Я Ж Не Какой-нибудь Мексиканин Я Россиянец Как бы Вот И Чтобы Например Из Кублина Полететь Мне Нужно Ирландскую Визу Получить И Раньше Тебе было Проще По ЕС Кататься Раньше Я Показывал Свой Мультипаспорт Как бы И Летел Там Немножко А Сейчас Нет А сейчас Вот Куча Правда Например Чтобы Полететь В Болгарию Отсюда Через Дублин Максимально Комфортным Способом Мне Нужно Податься На Ирландскую Визу Они Будут Мой Паспорт Рыжить От Трех Недель До Месяца Потом Мне Нужно Слетать В Лондон В Болгарское Консульство Там Податься На Визу Потом Они Обратно Пришли Паспорт Болгарской Визы И Вот После Этого Я могу Через Дублин Собственно Лететь В Болгарию Немножко Сложно Это Все Решаемо Просто Надо Делать Не Быстро И Надо Делать Понятно Ну По Вопрос Еще По Образованию По Специальности Подтверждение Надо Какое-нибудь Ты делал Подтверждение Нет Я Отправил Своему Работодателю Переведенные Дипломы Ну Как Собственно Весь Набор Документов Которые Требуются Для Вот Этого Разрешения Critical Skills Там Диплом В том Числе Подтверждается Он Никак Он Не Подтверждается Апостелировал Просто Так Диплом Даже Не Апостелировал Просто Перевод Делал В бюро Языковом Лингвистическом Бюро Перевод С уверенной Печатью Переводчик У них Да У них Там Свои Печать Да Ничего Ты реально Не заверял Им этого Достаточно Ну по крайней мере Так было Сейчас Не знаю Как Ну я думаю Что примерно Так же И по сути По сути Вот этот Вот Весь процесс Он реально На работодателе Завязан То есть Им без разницы Кстати Там где-то Вопрос про язык Был То же самое Им Всем без разницы Какой у тебя язык Если ты сможешь Со своим работодателем Который тебя Нанимает на работу Общаться Ну Нет Приезжай Работай Но он за тебя Отвечает Это его проблемы Как он с тобой Там Face map table Как Саша говорит Ну если У Саши Вот такой пример Он например Плохо разговаривал Когда приехал Но если его готовы Были терпеть Скажем так На работе С его английским Ну почему нет Ну Многие так работают Здесь из Молдовы Много людей Работает А что там разговаривать Писать умеешь Вот как раз Вопрос По уровню языка Какой уровень языка Нужен для работы Это вот Максим Спрашивает Какой-то В языковую школу На 8 месяцев Летит Я думаю Максим Смотря какой у тебя Сейчас уровень Если тебе дали Визу в языковую школу Я думаю У тебя уровень хороший Вот Совсем туда Нулевых Сейчас по-моему Визы не дают В принципе Ну хотя Ирландия Я хотел Замечание сделать По поводу языка Тут основной вопрос В том что Если при общении С работодателем Или настройке С прорабом Ты будешь Чего-то Не понимать Что возможно Если у тебя Низкий уровень Английского То это может быть Проблемой Для тебя То есть Ты можешь Какую-то работу Как-то не так сделать И Я думал Что у меня хороший Английский Пока не приехал сюда Они Ирландцы Я имею ввиду Они Разговаривают Все Кто как То есть Тут вот 32 Каунти Это Ну по-российскому Главное До приезда Не разговаривать С работодателем Чтобы он не понял Какой-то Уровень Английского Не получится К сожалению Так Ну а вообще Идея хорошая И они разговаривают У них много акцентов Диалектов Вот этих мест Поэтому Если ты базовый Английский Не имеешь То проблемы Ну у тебя будут Тебя могут нанять На работу Да Ну не знаю Ну вот Если Казаша Говорит Там без камералки Пальцем показал Что померить Я померил Ушел В чем не надо Да Если ты например Работаешь Именно Так вот я работал Там по большому счету Не то чтобы очень Действительно Все через имейлы идет И Ты умеешь Переведи И все Ну тут от человека Зависит Если человек Не смущает Что он херово говорит То в принципе Пробьешься Вот меня смущает Я сразу ступорюсь Потом нахер Поцелаю И все И работа дальше Не идет Поэтому если человек Свободно общается Это очень такой момент Да Как бы Очень важно Действительно У многих встречается У меня в том числе Не понимаешь Но киваешь головой И улыбаешься И это как Помп И дальше не понимаешь Поэтому все говорят Что ты самый умный Там среди геодезистов Да Ты такой Да конечно Все сделаю Все понял Все понял А остальные не понимаешь А на сайте Там например Уже сложнее То есть там Куча людей Вот у меня Особенно когда ты уже За ними как бы Смотришь Что ребята Пожалуйста Помедленней Как бы Я вот этого Ваша Дидали-дидали-ду Как бы Не понимаю Как бы Переспрашивать Да Это очень тяжело Почему-то Дается мне До сих пор Переспрашивать И говорить И простить И говорить Помедленнее Гораздо Прочекивать И улыбаться Вот Но в целом Как бы Это хорошая Привычка И Ну если совсем уже Нет английского Да Будет сложно Если он Хотя бы какой-то Есть Сейчас нужно Уже гугл-переводчик Есть Ну че слово Ты к нему говоришь Он тебе Переводит Ну что касается Меня например Я какие-то простые Фразы Или профессиональные Я же на слух Воспринять могу Я Курсы проходил На английском А вот Высказать И сказать Ну в принципе Меняешь что Французского То же самое Вот высказать Сложнее То есть если ты Говоришь Вопрос практики Просто Оно все придет А пока Я например Четыре года работал Я из этих четырех лет Работал без напарника Два с половиной Так ну я вообще С одними овцами Общался Как бы в поле Потому что я получал По e-mail И ехал мерить эти сети Как бы Ну изредка Я на какие-то сайты ездил Ну это вот Раз в месяц у меня было То есть я с какими-то людьми Общался А так ты приезжаешь И вот у тебя водная сеть Или вообще была прикольная работа Мы искали потерянные Суспал здесь называется Задвижки Просто Был набор ГИС-координат И ты лазаешь По этой Ирландии По чужим полям С металлоискателем Ищешь там С ровером Эти как бы Где он может быть Этот люк Вот И Ну нормально Да когда приходят фермеры Говорят А что это ты тут делаешь Вот тут Как бы Надо им объяснять Что ты делаешь Тут Тут На его поле Машешь Тут вообще Вот За террориста Овец пришел Воровать Да 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 Хорошо Бумажку какую-нибудь Иметь Да вот Вопросы еще Учетная запись Я Работает Это кому вопрос Я даже не знаю Что такое учетная запись Я Я EA Sports Наверное Да Про уровень языка Разобрались Максим Поедешь на 8 месяцев Я думаю Подтянешь язык Но Надо будет Соответственно Другую визу получать Ну или как-то там Скажешь Что В России все плохие Ты молодец Тебя преследует Так Игорь От Александра Вопрос Игорь С тобой работают Красивые девушки Из Арландии Или из Польши А то все про приборы Игорь Женат Он сейчас Находится у себя дома Поэтому Давай аккуратно Расскажи Нет Девушек с нами Никаких не работает Есть какие-то Девушки Которые занимаются Бухгалтерией Но я их ни разу Не видел Вот Собственно У нас Да Здесь Здесь очень все Завязано Здесь это называется Контракторс Это Ну подрядчики И Все 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 Прям вообще Все завязано На этом Я не знаю Как северные Но здесь Прям очень Я не знаю Опять же В России Где-то может быть На стройках Вот если Возьмем стройку Как пример Там Штат Не знаю 10 человек Все Остальные Все Кого ты видишь На стройке Там я не знаю Кто бетон льет Кто-то там Я не знаю Каменщик Какой-нибудь плотник Это все Все приглашенные Такие же Как собственно И я То есть Я на стройке Бываю Ну скажем Месяц на одной Там две недели На другой Там Это вот так происходит То есть Где-то нужен Геодезист На какое-то время Вот Опять же Через имейл Моему боссу Отправляется запрос Он осмечивает Там 500 евро в день Там 1000 евро в день Все хорошо Договорились Отправляют меня На две недели Туда Я делаю То что им Там требуется По геодезии И после этого Уезжают Делать либо топа Опять же Ну там Это Неплохо У нас по заграничным Контрактам Там был Что-то 8 тысяч Месяц Что-ли Дорогой Ты работник Нет Это Это те деньги Которые не я Зарабатываю А которые Зарабатываю Контора Зарабатывает Все равно Нет Примерно На стройке На каких Подряд Сейчас Ты говоришь Два или сколько Месяцев на стройках Что строим Ну первая стройка Вот была Два месяца назад Началась Месяц назад Закончилась Для меня Закончилась Это Строительство По-русски Сказать Центр По уходу За престарелыми Как они Правильно Называются Кэр-центр Короче говоря Вот Не центр А дом Все Правильно Вот То есть Такое Большое Здание По местным Меркам Несколько Крыльев Вот Ну там Сначала Все подкотлованы То есть Выносишь им Там Я не знаю Под дороги Какую-то Разметку Делаешь По высотным Отметкам Тоже контролирующих Чтобы они Лишнего Не выкопали Ну короче говоря Ну просто контроль Такой Скажем Геодетический Это Первая стройка На которой я был Потом Меня перекинули На стройку Жилые дома Жилые дома Не такие Как в Москве Да и не как в Саратове Здесь в основном Такие Частные Или получастные Семи детач То есть На дверь Саратов и частных домов Тоже на вал Не-не-не Они целые Как это По-русски Называется Таунхаус Да Вот Одессию Очень часто Так застраивают То есть Прям берут Большой кусок земли И застраивают Его делают Там Такой Мини-городок Из абсолютно Одинаковых Вот этих домиков На двух хозяев Ну да Вот такое Часто Вот вторая стройка Была такая То есть Там то же самое Дорогу Строят Надо там По отметкам Посмотреть Бордюры им Вынести Тротуары Вынести Ну и собственно По коммуникациям Тоже закладывают Трубу Контролируешь Насколько Прямо Они идут Отклоняются ли От заданного Курса Или нет По высотным отметкам Чтобы все текло Контролируешь Ну в общем В принципе Как в России Только Картинка вокруг Другая немножко А так Геодезический язык Примерно тот же Ну вот тут Сергей Акиншин Передает Привет Игорю Работающему В Ирландии За копейки От Эпигаза Кстати вот Давайте Вопросов было Несколько Про зарплату Полтора часа сидим Можно уже начать Говорить про зарплату Что по зарплате Ну так В общем Уровень Вот Примерно Ну хотите Свою Расскажите Если ты Совсем джуниор То зарплата Где-то 25 От 25 Вот Но тут Сейчас Надо понимать Что я Живу Стоимость Жизни у меня Значительно ниже Чем стоимость Жизни у Игоря Вот То есть На порядок Прямо ниже 25 тысяч Это даже в России Не так и зовут 50 тысяч В России Джуниор А 25 тысяч В год Евро Да Соответственно Это После вычета Да Нет До вычета 25 тысяч В год В фунтах Это Джуниор Сервейер Какой-нибудь Будет Вот Причем Налог В легком В легком Можно До 20 20 процентов Будет налог При такой заплате Ну Он плавающий Нет Ты после 37 Процент После 37 Ты начинаешь Платить 30 Процентов А Вот Такое 40 Процентов Да Да До 37 Тысяч Налог 20 Процентов После 37 Тысяч Уже налог По-моему 40 Процентов Получаешь Ту же Самую сумму Да Да Поэтому Самозанятым Гораздо Более Выгодно Быть И Поэтому Местные Очень любят Кэш Потому что Ну Сами Понимаете Вот И А дальше Растет Сейчас Средняя Зарплата Такого Обычного Сервейера Местного Локального Который Типовой Но В легком Устроится За 35 Я думаю Тысяч Фунтов В год То есть Это будет Еще вычесть Надо 20% Это будет 28 тысяч В год А Это Фунтов Фунтов Да У нас Евро У этих Евро Товарищ У южных У южан Евро Я понял Но На 30 тысяч В год Честно говоря Жить Ну Я не знаю Ну да Можно Конечно Вы получили Конечно Вот если Два Работает То Это нормально А если Один То Надо Побольше Работать Жилье Соответственно Сколько Там Снимать Ну В принципе Можно Купить Жилье Можно Снимать Можно Купить У нас Сейчас Кризис Ипотеки 6% Стали Вообще Неизвестно Как Ужас У нас Полтора Для примера Полтора У нас Кризиса Но У нас Кризис Нет У нас Кризис Допустим Так Человек Получает 40 Тридцать 35 Тридцать Двадцать Восемь Остается Из Двадцати Восьми В год Евро Фунтов 700 Наверное За квартиру Это надо заплатить В зависимости от того Где ты живешь Опять же Если ты живешь Я так могу сказать Когда мы сюда приехали Мы снимали комнату За 30 фунтов В неделю В доме И Как бы Это было дешево Но это просто ничто Но это Это условие Знаешь Ты приезжаешь И живешь Как Кунарушки Лишь Для спальки Дом Сейчас Снимать Ну Такой Здесь Все живут В домах Здесь Квартир Фактически Это и не найти Двухэтажный Домик Обычно Будет стоить Что-то Типа 550 Наверное В северной Ирландии В месяц И Если ты Переезжаешь На тот Остров То там Ценники Растут Прям Сильно И Чем южнее Ты двигаешься Чем Юго Восточнее Ты двигаешься Тем дороже Становится Жилье В каких Ни плонов На сервежскую Зарплату Нереально Абсолютно Даже И думать Об этом Не смысл Вот Поэтому Надо выбирать Какие-то дешевые Регионы Если вы Саратов А если Я хотел Прошу А если Покупаешь Жилье Тогда То есть Если человек Решает Что он Насел Где-то Уже И покупается Жилье Становится Дешевле Потому что Ипотеки Они Конечно И растут В цене Но Тем не менее Ну Там Типа Будешь Платить Три четверти А то И половину От Аредной Стоимость Ну Короче Жизнь Она Везде Примерно Одинаковая Чтобы Слишком Хорошо Жить Надо Что-то Другое Придумать Точно Так Да Я хотел Сказать У нас Здесь Еврозона У нас Немножко Да Другие Расценки Но В целом В принципе Уровень Жизни Я так думаю Что примерно Все то же Самое Потому что У нас Например Аренда Жилья Дорогая Дублин Это Там В Европе Я не знаю Одна из самых Дорогих Наверное Дублин Аренда Жилья Да Он Очень Дорогой Я Собственно Не в Дублине Живу Поэтому Плачу Поменьше Но Здесь Можно За Месяц Отдать За Аренду Дома Там Или Квартиры Не Принципиально Важно До Трех 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 Представьте Да Это Это В Дублине То есть Две Тысячи Это Вообще Нормально Две Тысячи Евро В Москве Есть по Семь Восемь Тысяч Даже Более Ну Согласен Да Но Когда Опять же Если мы берем Республику Ирландию То здесь Во-первых Евро Не в фунтах Не знаю Сколько В фунтах Будет Здесь Нормальная Зарплата Начиная От Наверное Сорока Пяти До Вычета Налогов Это Считается Такой Средненькой Ну Это Как раз Тридцать Почти Ну Наверное Да Но Здесь За квартиру Будешь Больше Наверное Отдавать Чем Чем Северной Ирландии Вот Поэтому Да Если Один человек Работает Ну Вот У меня В семье Я один Работаю Ну В принципе Я не могу Пожаловаться Что мы Плохо Живем Даже При том Что У меня Примерно Вот Такая Средняя Зарплата Есть Меньше Да Но Опять же У меня Опыт Российский Большой Поэтому Мне Босс Не Джуниора Принимал Так Извиняюсь Еще раз Саш Не Не Все Шутка Это самое Игорь А какие-то там На что жить Магазины Какие-то Недорогие Есть Еда Дороже Продукт Продукты Нет В принципе Все как и в России Я бы даже сказал Хотя это странно То есть Если евро Пересчитывать В рубли Если пойти Вот в магазин Там Я не знаю Как корзину Набить Примерно Те же самые Цены Что Что в России Что в Саратове Так что Здесь дорогое Жилье Да Ну соответственно Много чего Транспорт Например дороже То есть там Проезд в общественном Транспорте Но сейчас Вот он 2 евро Ну Саратове Есть Так вот Для сравнения Там я не знаю Сколько сейчас там Автобус стоит 50 рублей Как бы 2 евро Это Два раза Ну даже Давно не ездил Честно говоря Бензин Например Тоже С одной стороны Подороже С другой стороны Ирландцы Например Другого не знают И зарплаты Здесь другие Можно сказать Очень большие Зарплаты Собственно Поэтому Поляки Те же едут У них там Зарплата Ну скажем 1800 в месяц А здесь Они могут Я не знаю 5000 зарабатывать В месяц Они приезжают На год Там на два На кто-то Вот на 10 Поживут здесь Позарабатывают И уезжают обратно Да-да-да Зарабатывают И уезжают в Польшу И как раз А проживочный минимум Есть? Какой проживочный? Есть Саш Знаете Наверное Нет Напроживочный минимум Для проживочного 9,30 в час Что-то такое Час Ну месяц Не принято Говорить 9,30 9,9 Ну давай Условно возьмем 9 там какой-нибудь 9 давай возьмем Чуть-чуть больше 9 Давай возьмем 9 9 на 40 Сколько это 9 90 И на 4 360 В неделю Что-то это А в неделю 360 Ну понятно Примерно 1. Это минималка. Во Франции было, я помню, там месячные были нормы. Вот эти минимальные. Да, кризисом, это вообще можно было жить более-менее. Сейчас, конечно, немножко посложнее стало. Кризис, вот на строительной сфере кризис как сказывается? Наверное, меньше рабочих мест или наоборот больше? Никак не сказывается. На транслинке точно не сказывается. Транслинк это вот РЖД. Она как строит, как платила, так оплатила. Выжили. Куританский железнодорожник. НИ, РЖД. Ну, это да. Вопрос, да, еще от коллег вопрос. Наверное, может быть, у вас как раз разные ответы будут. В какой системе измерения работаете? Углов расстояния, метры, футы, градусы, гоны? Есть какое-то, в отличие от России, единицы измерений? Я могу сказать. Но вообще, это немножко боль, потому что в целом-то, конечно, метры, но местные в серово тяге, они очень любят инчи свои. И есть категория людей, которые кроме своих инчи ни черта не понимают. А я, честно говоря, до сих пор с инчами не подружился. А я ненавижу их. А они говорят, вот три инчи. Я так понял, местных работяг. Не инчи. Нет, работяг люблю. А с инчами мне сложно прямо. И тут еще, ну, тут две системы координат. Тут, получается, есть республика, как бы, РОА, Республика Оф-Арленд. У них своя координатная система, у нас своя координатная система. Но если ты работаешь на железной дороге, ветка которой идет из Дублина, ты работаешь в южной системе координат. Но Геоид при этом у нас, как бы, все равно свой, североирландский. Ну, в общем, там есть несколько шаблонов. А вы, честно, территориально, как связаны-то между собой? По дороге или на поезде? Не, ну, это... На одном острове-то нет? Или ты вроде на острове, а ты не на острове? На разных островах? Я тут географ тот еще. Надо открыть гугл. Так, ну, на самом деле остров-1. А, все, я понял. То есть, это как... Это твой Висербор с объединением. Какие? Кипр или что там? Крит? Крит там. Крит чуть-чуть не так. Ясно. Ну, то есть, вы, как бы, границы, можете друг к другу пешком ходить, правильно? Можем. Ну, я не могу. Мне нужна британскую... Желание отпускает. Британскую визу. Не, британскую визу надо оформлять. А, ну, так и Саше надо что-то оформлять, получается. Ну, у меня оформлено. Но, не, он на самом деле может, если тихонечко. Но это будет незаконно, я понял. Ну, как получается? Допустим, если у меня нет визы, я, в принципе, без проблем доеду до Ирландии. Я, конечно, не буду этого делать. Вот. Но, если ты, например, хочешь уже улететь из аэропорта, тебя даже без проблем выпустят. Ну, вот, влететь обратно в Ирландию, чтобы попасть в Северную Ирландию... Ну, там начинается. Там могут пустить, могут не пустить. А это тоже чуть неприятно, когда ты стоишь, а тебе говорят, а нельзя. Я так из Лаоса в Вьетнам ехал. Виза закончилась. Там надо было просто заплатить и дальше идти. Но было все равно нервно, да. Мы также в Божье ходили, да. Причем... Причем... Ладно, рабочий комитет. Я про метры и дюймы хотел ответить, коллегам, интересно. Метры, да, градусы, все, в принципе, стандартно. Единственная разница, вот я заметил, что очень много кто здесь использует акры, не гектары. Гектары, причем, тоже используют, но в акрах измеряют часто. И, да, на стройках, как Саша сказал, уже очень часто какой-нибудь там старенький дядечка, который там, я не знаю, каменщик какой-нибудь, вот он там, да, в дюймах работает и, да, иногда сложно приходится там ум напрягать, пересчитывать, сколько это будет в сантиметрах, в миллиметрах. Ну, да, 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 да. Именно так. Мерей. Да, но в основном, да, метры, миллиметры. Единицы веса еще тоже. У них есть такая единица веса, стоун. И вот они в стоунах, например, вес человека. В камнях, да? Да, да, да. Вес одного камня? А сколько вес камня? Я что-то восемь камней вешу, по-моему. Мне кажется, больше. В тонексах. В тонексах. Может быть. Мне кажется, что-то в районе шести килограмм там вес одного камня. Может быть, может восемь. Нет, да, ну, не может быть. Восемь, восемь в тебе сколько там? Ну, двенадцать, наверное. Нет, надо погуглить, сколько у них один стоун весит, потому что мы можем ошибаться. Весило меньше десяти, а тут получается, что оно восемь. Ты не восемь стоун весишь, что ли? Шесть тридцать пять стоун один. Ты, может, восемнадцать стоун? Не, не восемнадцать. Десять стоун. Двенадцать, пятнадцать. Двенадцать, пятнадцать, ну, да, вопрос вот еще от Кирилла. Автокат или микростейшн? Автокат. Да, автокат. Автокат здесь. Наше все, причем не какой-то там седьмой, девятый, как у нас в России здесь с лицензированием. Не то, что проблема. Нет, нет, последний, всегда последний. Я не знаю, как в Северной Ирландии, но здесь, ну, не знаю, считается, что так недопустимо работать и надо, чтобы он был у тебя последний. Не, ну, они все сейчас по подписке, поэтому. В Северной Ирландии считается, что сын есть уже неплохо. РР-14-е есть. Так, еще вопросы, так, тут про каких-то блогеров вопрос. Who dares? Что такое? Про шотландские юбки. Я думаю, это не актуально. Вот, да, про исполнительные. Настройках исполнительные есть, или это как-то по-другому может называется? Ну, сам принцип, да, то есть, что-то построили, просто как, как называется такая съемка? Контрольно-исполнительная или какая-то другая? Сбил. Сбил. А, ну да, из дизайна Сбил, точно. Ага. Как бы, это была моя инициатива. Ну, как и с дроном, да, и совсем. А, видишь, я могу сейчас устроиться туда, где применяют, но там будут платить меньше. Вот, поэтому меня вот разрывает. Либо все бросить идти, я бы с удовольствием, мне прям приятно было бы всем заниматься. Но там сразу почему-то зарплата ниже. Вот. А, меньше напрягаться надо, что там. Нажалусь. Ну, ну, тут вроде как инженер ходишь там, вставляешь. Ну, там денег может меньше, а не где это. В чем используют это сканирование? Просто настройки-то может денег больше, работа более такая. По крайней мере в России денег. Изыскания вообще, я считаю, нет их. Ну, кроме вот как раз этой железной дороги. На железной дороге-то все более-менее вроде. По сканированию, могу сказать, у нас используется, например, X7 даже иногда используем, чтобы флор-планы отрисовывать. То есть, это чтобы сократить время в поле. То есть, ты заходишь со сканером, сканируешь здание внутри, снаружи. Если нужно, привязываешь к координатам и все, у тебя есть потом это облако, с которым ты можешь делать чего угодно. Планы отрисовывать, помещений. Ну, даже то поделаем по сканам, то есть, такая комбинированная съемка получается. Набираешь точки по земной поверхности, там где-то вот по земле, я не знаю, бордюрчики, тротуарчики, колодцы, чего-нибудь вот такое, все, что на земле. от объекта или вот сам принцип применения, когда применяешь на земле на сканер? В зависимости от объекта, где надо сэкономить время, например, приезжаешь, сканируешь, набираешь точки, колодцы снимаешь, там где-то, растительность какую-нибудь снимаешь, навешку, скажем, безотражательную, все-таки, вот, сэкономить время и потом просто с облака вытягиваешь все, что тебе нужно, здание, например, стены, заборы, я редко, в основном у нас Михал, Михал, он как раз такие, то есть получается мы экономим время на полевых работах. Михал не экономит. Да, 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 чтобы его занять, он в Польше, он в Польше, Паша. Да, 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 он занимается потом уже, ну, иногда, иногда я, да, иногда он. Да, еще вопрос, вот, у меня вопрос, какие-то, не допускаю, как, по-английски будет, короче, орден или, ну, типа СРО, да, СРО в России, это СРО, в Канаде есть, в Америке есть, профессиональных объединений, профессиональных, какое-то объединение, надо ли быть членом для того, чтобы работать, может, вот Саша как раз, как самозанятый, должен будет куда-то вступить, в какой-то, какие членские взносы платить, типа СРО или еще что-то, какие-то допускаемые, сертификацию, может быть, какая-то сертификация строительная, наверное, есть, да, вот что-то по этому поводу. Там есть всякие курсы сайт-менеджеров и прочее, которые ты должен вроде как проходить, работаешь на каких-то сайтах специфических. Очень много health and safety, абсолютно. О, да, да, вот это обязательно, тоже надо иметь, да? Ну, например, Ты вот, когда на кого-то работаешь, ты должен иметь тоже, да? Ну, вот, ты, допустим, работаешь там, не знаю, у тебя, как это называется, который одевается, чтобы не упасть, harness, терапевт. А, ну, то есть это для определенных видов работ, для определенных работ. То есть просто работать с настройки не надо иметь? Не, не надо. Катсканер, вот, например, ты должен пользоваться, тебе нужен тикет на катсканер, как бы. Там еще что-то. На всем подряд тебе нужен, короче, тикет. То есть, получается, у тебя сейчас какие-то тикеты есть? У меня, да, конечно, есть. Ну, это какого рода, я имею в виду? Не дополнительные, а вот, вот, Игорь работает, ты работаешь. Что-то такое общее для всех. Вот, например, ты не можешь работать, если не будешь членом какой-то организации. Нет, такого нету. Такого нету. Могут спросить, единственное, дипломы, ну, вот, документы об образовании меня спрашивали. Нет, это Которо спрашивал. Да. сайт-менеджер. Нет, такого нету. Точно, абсолютно нету. То есть, ты можешь прийти, просто ты гяды здесь, даже если селф там, да, ты можешь прийти и работать, не надо никаких допусков, ничего и нету. Лицензии. Я не слышал про такого рода вещи. Ну, то есть, просто договор, просто, как бы. Да, договор выполнения работ, метод-стейкмента, там, всякое-всякое-всякое, и поехал. А вообще, про стране же есть, или ты просто не интересовался этим, должен быть какой-то орден, или, там, профессиональных сервьеров, там. Ну, слушай, ну, вот у нас есть вот этот орден сервей, как бы компания Бриттуры, да? Ну, это компания, да? Это государственный... Ну, это профессиональное объединение, а не какие-то экзамены, там, стажировки, что-нибудь такое, нет? Корочки выдают, нет? Это комитет, наверное, по землеустройству в этом роде. Я понял, то есть, наверное, нету. В Канаде есть точно, по крайней мере, в французской ее части. Вот, во Франции есть, в США есть. Я начинаю бояться, что есть уже, вот. Но я не знаю. Я с ними пока не встречался. Ну, значит, не требует нигде на работу, если не встречался. Ну, в принципе, если ты работаешь по железке, то явно, да, что-нибудь там, большая стройка. Игорь, а у тебя, у вас там какие-нибудь есть объединения? насчет селф не могу сказать. Компании лицензируются, да, то есть, в принципе, как в России, лицензию получает компания, а дальше уже там. Но это не то, что вот я хочу сказать, про СРОНИ. У нас... В Англии, как это называется? СРО, оно же, там, когда должен быть штат, в котором, насколько я знаю, поправьте меня, если я не прав. наверное, у вас это больше, наверное, кадастровиков касается. Те, кто по земле. Те, кто землю отводит, явно должны. Да, 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 да. А так, такая вот, изыскательская, да, контора, она лицензируется, и там уже без разницы, какой там у кого опыта, у кого какие личные корочки, лицензия на компанию получена, все, сотрудники этой компании могут работать. такой-то... ну, про строительные корочки, я даже где-то там в английский, ну, англоязычных вакансиях видел, там требуется, вот как раз, как Саша сказал, там, сейфити, вот это. Ну, сейфити, да. какая-то строительные должны быть до пуска. По безопасности, это всех, да, это заставляет не только геодезистов, вот такая общая система, то есть, эти курсы посещает, сейф, сейф пасс, это называется здесь, такой... Ну, это как электробезопасность у нас, как... Ну, типа, да, 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 причем этот курс однодневный, то есть, ты прослушиваешь, сразу сдаешь экзамен в этот же день, несколько часов слушаешь, сдаешь экзамен в конце дня, получаешь вот эту пластиковую карточку, которую ты обязан иметь, заходя на construction site, то есть, вот, стройку, по сути. Иногда даже не на стройке, ну, какие-то объекты бывают, на которых нужно предъявить этот допуск, карточку. Ну, собственно, если, может быть, ее и не нужно предъявлять, но, опять же, если что-то произойдет, нехорошее с тобой, обязательно проверят, был ли у тебя или не был. То есть, проверяющий может прийти, может не прийти, но, понятно, что его надо оформлять, да, но это по безопасности, да, большое внимание уделяется. Обязательно каски, обязательно, костюмы с свето-возвращающими элементами, яркие, чего, например, в Саратове у меня, чтобы где-то на стройке там... Ты не соблюдал ничего так. Все надо. Нет, я-то жилетку одевал, но я был один из немногих, кто это делал на стройках в Саратове. А здесь, если ты без жилетки, на тебя сразу... Поэтому тебя и выбрали в Ирландии. Возможно. С тобой что-то изначально было не то. С жилетки одевал. А поверки, есть поверки? Вопросы? Да. Да. Поверки есть. А кто проводит? Есть какая-то контора, которая сертификаты выдает? Или сами? Тимбол. Дилеры, дилеры. Корак. Что? А, то есть Корак тот же самый, да, кто продал, и поверки проводит, и все. И есть специальные бумажечки, да? Да, наклеечки. И обязаны иметь, да? Ну, как бы, да. Ну, понятно. Короче, все как у нас. Так, коллеги, еще вопросы. Все можно купить везде. Вот, да, Николай, кстати, задавали вопрос уже, так вот сейчас я посмотрю. Кто задал вопрос? Тоже уже, давайте, да, еще был вопрос ВКонтакте. Чтобы заполнять, задавать всю местную техдокументацию, какой уровень английского? Видны ли отличия в подходе, знания, способности? Ну, это, да, по зарплате уже был вопрос. По сдаче технической документации, какие-то вот государственные, может быть, есть там, архитектура, еще какие-то вещи муниципальные, куда-то приходилось сдавать, или заказчик только высылаем, а он уже там, что хочет. Ну, вообще, может быть, знаете об этой части, что ли? Куда это все? Местные какие-то органы сдается? Какие-нибудь проверяющие, Ростехнадзор, там еще кто-то? Ну, я могу сказать, что это все уже не сервейерсворк, как бы, это уже другое. То есть, это уже всякие там менеджменты делают. Вы этого не касаетесь, да? То есть, это есть там сдача какая-то, еще что-то, но вы не сталкиваетесь в работе. Ну, в основном это муниципалитет занимается этим, то есть, сити-консул, таун-консул, это, ну, вот администрация там района, администрация города, это все туда сдается, да, но это вот менеджеры типа начальника уже этим занимаются. Ну, и, насколько я знаю, там не настолько, какое слово подобрать сложно, как в России, в том же Саратове, потому что, ну, в Саратове, например, ты во многих других, наверное, городах, это же сначала нужно, там, сверки там, с каким-то водоканалом, с тепловыми сетями, если топы делаешь, это же все нужно сверить со всеми организациями, потом, там, в архитектуру отнести, там, еще куда-то. Ну, да, согласование, там, коммуникация, еще что-то. Это, ну, я не встречал, я никогда не видел, не занимался. Здесь вообще все просто, здесь все через... Нет, вот ты когда изыскание делаешь, ты как-то съемка подземной коммуникации, вот что увидел, снял и все, или это как-то... Да. Ну, то есть, дальше ты не касаешься, или дальше ничего нет? Дальше я не касаюсь, но иногда бывают такие, скажем, спецзадания, когда нужно, тебе говорят, какие колодцы открыть, и, ну, например, глубину промерить, направление там, подснять как-то, показать это все, отобразить. А в основном, верхушки, колодцы, они редко кому нужны. Опять же, если не весь вопрос в этом колодце, и там, чтобы текло, надо там проложить, или чего-то там... Ну, переносить коммуникации, не знаю. Да, да, да. Вот в таком, да, в таком случае будет специальные требования, в задании от босса прописано, что надо открыть такой-то колодец, там может быть какая-то схемка прилагаться будет, вот, промерить, ну, промерь вот здесь. Вот. А в основном, верхушку берешь, и все, высотную отметку указываешь, просто люка. И, собственно, согласование, что согласовывать-то тогда, в таком случае? Гораздо проще все. И вообще, в принципе, выходной формат, это DWG плюс PDF. То есть, здесь, ну, я ни одной съемки своей не печатал, сколько я здесь нахожусь, на бумагу. То есть, на бумаге ничего нет. вопрос про абрисы был бумажный. Нет, все в контроллере, пишешь просто описание, если где-то чего-то нужно, там, делаешь оффсеты, ну, то есть, все это в поле делается, и все это в полевом контроллере остается. Потом просто, когда отрисовываешь все эти свои записи в контроллере, поднимаешь там, ну, там их обычно немного, все можно делать в поле. Правильно отобразить. Топограф же хочет порисовать, карандаш. Нет, здесь дождливая, хотя это в большей степени стереотип, но, ну, побольше, наверное, дозвучки с Саратом. Да мы видели, вон, солнце у Саши там было. Хотя, у нас здесь не есть. Так, вопрос, вот еще от Николая Крымова был. Профсоюз есть? Ну, я так понимаю, нет профсоюз. Есть профсоюз? Все хотят профсоюз. Это давнишняя тема, геодезисты в России, некоторые хотят профсоюз. Зачем он, я не знаю. Как будто от этого зарплаты будут вышли. Я не слышал. Что, Саш? Профсоюз может запретить вам работать, профсоюз может решить, что надо бы вам поднимать деньги чуть-чуть, и просто запретить вам всем работать. И даже если вам надо будет работать, платить ипотеку и все, профсоюз вам запретил. Он будет вам платить минимальную компенсацию. Это вообще такая штука не очень хорошая. Профсоюзы больше вреда, чем польза. Я понял. Вот вопрос. Ну, давайте еще вопрос деловой. Владислав Литвинов спрашивает. СПС, НИПы есть? Кто утверждает? Кто пишет? Я так понимаю. И есть ли они? Какие-то нормы, как они называются, явно есть. Может быть, коллеги не в курсе, что они есть, но они явно есть, должны быть. Как называются нормы? Какие? Чем пользуемся? Нет норм. Я так и понял. Понятно. Они есть, но опять же, это все... Мы не пользуемся. Я понял. Да, 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 на усмотрение менеджмента. Ну, нет, правда, намного проще все, чем в России. Саша, ты же сказал, что, например, нельзя ближе стольки-то метров долбить сваи. Ты же откуда сейчас взял? Строительные нормы есть какие-то? Или это проект? Это проектная документация, что там на таком-то расстоянии, минимум на таком-то расстоянии. Но вот тут, как бы у меня второй проект, честно, железной дороги. В первом проекте там вообще все было не так, как вот они задумали. То есть там, видимо, топосъемка была, что ли, кривая? Я не знаю, там колодцы скачут просто на полметра. Южан не снимали, наверное. Не знаю, наверное, какие-то да. Южан все точнее. Не надо, не надо. Сканером, наверное, херачили. Не, ну, там, не знаю, короче, проект был кривой, и все было криво. Поэтому в этом-то была и сложность. У меня был, в принципе, первый проект после вот того, как я за три с половиной года работал с овцами. Тут появились живые люди, с которыми надо было общаться. И я смотрю, что написано, потом смотрю, что по факту, и это, ну, вообще никак не сочетается. Вот. И они делают так, как они, в принципе, приблизительно где-то между этими двумя реальностями там пролезают. Вот ты думаешь, прилетит тебе за это потом или нет? Вот. Сейчас второй проект, там как-то все четко, там все нормально было. Не, нормативы-то есть, они больше, наверное, для проектировщиков, в том числе, и для контроля. То есть, я вот, насколько помню, французские нормативы, там просто требования по допуску. То есть, там допускают какие-то, админы больше для контролирующих каких-то организаций. Ну, есть так называемый tolerance, но он опять же прописывается в проектной документации. А, как? Ну, tolerance. А, допускали. Ясно. Куда у нас Игорь ушел? Нет, я здесь. Он обиделся на слова про Южан. Не, 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 что-то какие-то проблемы временные, но... Ну, я тебя сейчас подвину, ты только в следующий раз так не делаешь? Не, не, я на месте. Это что-то с интернетом. Ясно. Ну, короче, по СП и СНИПам, ну, какая-то государственная компания нормативная какая-то пишет явно. Просто коллеги не сталкиваются. Это больше для контроля, больше для вот этих сайт-менеджеров, для тех, кто как раз, наверное, отчитывается перед муниципальными и другими контролирующими организациями. Про ПТО, да, был у нас. Какие налоги? Есть ли профсоюз? Опять вопрос. Про налоги понятно. То есть, налоги, зарплаты, просто подоходные или как он там, налог платит, да? Да, это есть. Ясно. А какая-то помощь там за жилье, нет такого? Медицина? Медицина. Медицина очень в Англии плохое впечатление оставляет. С одной стороны, например, человек, болеющий диабетом, получает инсулин, то есть он просто, если он записан уже в GP, вот, General Practice, это доктор, то он просто звонит, ты звонишь туда, они сразу берут трубку, ты говоришь, вот, мне надо то-то, то-то и то-то, причем они дают даже сенсоры, и они говорят, вот, иди в соседнюю аптеку, получай, на следующий день. Вот. Если кто получал инсулин в России, я думаю, сравнят и оценят. Вот. Но с другой стороны, если, например, если что-то надо про диагностики, диагноз поставить, то помереть быстрее, чем на диагностики поставят, вот честно, вот идеально ехать в Россию, ставить там все диагнозы, а здесь получать, так сказать, тритмент. Потому что очень-очень-очень долго, и, ну, не знаю. А долго как? Это какие-то... Ты имеешь в виду обследования, или это частные доктора? Ты же можешь вернуть, как вот сама оплата проходит? Возвращение потом, да? По страховке? Оплаты нет. Оплаты нет. У нас бесплатная медицина. Полностью бесплатная. Ладно, да, все лекарства. Даже если у тебя болит голова, ты можешь пойти к доктору, сказать, у меня болит голова, и тебе бесплатно. В Франции было как-то, ты идешь, платишь, а потом по страховке тебе возвращают там. И то иногда могут не полностью, а там 70 или 80 процентов. То есть полностью бесплатная, да, просто... Полностью бесплатная, все очень хорошо делают, и вот проблема с диагностированием, со скоростью диагностирования. Могут реально тебя мурыжить очень долго там. Это зависит от чего? От докторов, от чего? Это просто система такая, вот она долгая, неповоротливая. Ну, вот такая она. Ну, диагностирование, это поставить диагностирование, чтобы тебя поставить на учет или еще что-то, или это что? Или сказать, что у тебя ковид-19? Элементарно взять какие-то анализы, если вот... Я просто не очень хорошо во всех этих заболеваниях понимаю, но вот представьте ситуацию, у человека случилось какое-то заболевание. Ему бы хорошо бы сейчас сдать анализы, и на основании этих анализов либо выявить, либо не выявить проблему, своевременно ее решать. Вот эти анализы будут, если будут делаться, они будут делаться очень долго, и вообще не факт, что тебя на них направят. Все, блин, реально долго. И, например, детский врач сейчас работает после ковида до сих пор по телефону. То есть, нормально, у тебя ребенок заболел, а доктор говорит, ну, вы мне позвоните, у него, например, какое-то кожное заболевание вот такое. Он говорит, вы мне фотку пришли, да, и ты смеешься, а так и есть. И, как бы, ты ему скидываешь фотку, и он, в принципе, да, он довольно адекватный, как бы, тритман потом советует, но, блин, ну, вообще-то, ну, как-то вживую-то надо посмотреть. Ну, я не знаю. На самом деле, разные доктора бывают. Некоторые там придут, будут обследовать, поставить 10 диагнозов. Он вызываешь платного, он один поставил, потом второй платный, другой поставил диагноз. Оказалось, третий что-то там, скарлатина какая-нибудь. В общем, вот, вот, вот к этому, не знаю, лично у меня есть вопросы. Там, что касается всяких там, родов, вот этого всего остального, это все замечательно, бесплатно, и довольно качественно. Здесь отличия есть. В республике у нас немножко по-другому, вот так, как, Саш, ты сказала, во Франции. То есть, ты оплачиваешь, а потом тебе возвращают по страховке. Здесь, вот так. Ну, наверное, вот как раз мы в Литве, что ли, попадали. Прям мне так понравилось там все. Правда, я заплатил бабки, но все равно тут же тебе и анализы. У нас анализы, вот, например, если вот, как эта схема, там, три дня болеешь, ну, тогда, значит, надо анализы сдать. Или там, антибиотик сразу пей, без анализа. Вот, а там сразу, первый раз пришел, он даже тебе диагноз не ставит. Вот у нас с ребенком вопрос был. В Литве зашли, ну, там все русскоговорящие, красота. Зашли, сразу все, анализы, первое дело анализы взять, все, а тогда будет все понятно. Без анализа, это, конечно. Ясно, да, коллеги по жизни, в общем, понятно. еще вопросы, еще вопросы, вопросы, вроде бы, у нас пока 50. Хотя у нас достаточно много людей смотрят. Да, коллеги, ставим лайки, кто смотрит в прямом эфире, и не в прямом эфире. Ссылку на канал, вот Игорь завел, открыл, или как их называется, канал на YouTube, где рассказывают о работе геодезиста в Ирландии. Я ссылку давал, сейчас еще раз, Так, коллеги, еще чем хотели поделиться, пока мы ждем вопросов. Там вопрос есть, как отдыхаете от работы, проводите свободное время. Я проигнорировал, хотел в конце и забыл, да. Да, как отдыхаете от работы, что есть интересного, там, как бы, рыбалка, ресторан. Пабы. Саша работает шесть дней по ночам, поэтому остальное время он спит просто. Игорь, к тебе вопрос. Да, как отдыхаешь? С семьей, семьей, в принципе, ну, здесь такая ирландская забава, хайкинг, по горам лазить, даже не лазить, ходить. Да, на гору поднялся, посмотрел на красоту. Там гора, это 250 метров? Нет, разные есть, разные есть, да, километр есть, ну, я имею в виду высотная отметка. Понятно, что ты начинаешь не с нуля, а в восхождении. Ну, нет, 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 но здесь есть регион, называется Уиклоу-Маунтинс, такая часть, горы Уиклоу-ские. Уиклоу-это каунти, это вот все, что южнее Дублина, скажем так. Каунти, это, ну, аналог, наверное, Саш, чего, района, по российским меркам. Здесь есть еще... Нет, область, мне кажется, это графство как раз. Это... Это область, как бы, я так ее воспринимаю. это регион. Ну, может быть, может быть, но не суть. В общем, вот это каунти, Уиклоу, такая, много гор и разных. Здесь побольше, поменьше, и много таких маршрутов пеших, где-то с лесом, где-то без леса, где-то через овец, где-то через коров. Вот. Ну, интересно, конечно, у меня в Инстаграме я иногда выкладываю тоже там. Красивые виды, конечно. В Саратове такого точно нет. Там в Саратовской области Хвалынск, польский район, может быть, с горками. Ну, 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 нет, Хвалынск, да, Вольск, да, и все. Остальное же, особенно... Ты не знаешь, я понял. Есть горки большие. 250 метров тоже. Кумыска. Кумысная поля. Саратовская область. Что это? Саратовская область. Кстати, кстати, по поводу территории, весь остров Ирландия размером с Саратовскую область, чтобы вы понимали. Даже меньше, да. Да, так что, конечно, размеры совсем не те, да. Ну, гуляем, море. Прогулка по горам, как это называется? Не, много. Море, да, море, пабы. Пабы мы не часто ходим, но вот, ну, в пятницу, например, ходили, русскоязычная тусовка собиралась, там человек 50, собралось. Киадезисты еще были, не? Нет, нет. Вообще народ очень сильно удивляется, когда узнает, что я... Они айтишники все. Да, они айтишники все, на самом деле, здесь такой центр айтишный, Google, eBay, там, Indeed, LinkedIn. Это, да, в Дублине. Ну, отсюда ехать, опять же, 40 минут на автобусе до центра Дублина. Я, ну, в Саратове, грубо говоря, на работу, там в центр едешь. Контора там? Контора, контора внутри вот этого большого Дублина, есть такой аналог кольцевой автодороги Саратовской или там московские эти кольца. То есть вокруг Дублина есть кольцо автомобильное и вот, да, все, что внутри этого кольца считается, ну, типа Дублина. Один из районов Дублина. Контора в пригороде, да? Ну, я говорю, здесь внутри, внутри кольца, да, да, а я от этого кольца, ну, 5-10 минут, по сути. То есть до работы ехать, если до офиса нужно доехать отсюда, где я живу, я живу не в Дублина и даже не каунте Дублина, я в каунте Уиклоу живу. А на работу ты каждый день ездишь или бывают там? Нет, 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 ну, вот я два месяца вообще... А, два месяца вообще в другом месте живу. Да, я, нет, нет, я в офисе не был два месяца, пока на стройках был, то есть я забыл... там же все близко, что там жить. Да, нет, ехать до стройки мне было примерно час, то есть без заезда в офис, из дома выезжаешь с оборудованием на стройку, час едешь до... То есть в принципе может теоретически работать по всей стране, да? Ну, а мы так и работаем. У нас так и происходит. У меня самый дальний объект был, это вот в Голуэ, это самая западная, скажем так, западная часть Ирландии, ну, туда ехать, ну, примерно три часа. То есть я делал съемку, за один день, я за день успел туда доехать, три часа, там пару часов поработать и вернуться обратно. И это самый... вот я с самого востока на самый запад ездил. То есть остров достаточно, ну, реально компактный, и вот у меня около британской границы был объект, куда я там два с чем-то часа ехал, вот до Северной Ирландии доехал, там граница вот была, у меня как раз объект на границе был, поэтому, ну, так все компактно, но я не люблю, не люблю так ездить каждый день, потому что все равно за рулем. А если ты ездишь, например, на протяжении там месяца каждый день по, ну, скажем там, полтора-два часа до объекта, потом полтора-два часа с объекта, и так каждый день на протяжении там месяца, ну, напрягает, конечно. Немножко ленишься уже. По меркам Саратова это нормально, то есть если, да, по меркам Москвы, так тем более, там многие геодезисты, например, на работу, я не знаю, в Москве, ну, у меня есть несколько знакомых, там пару часов спокойно. Два часа, я недавно услышал, да, у чувака зарплата, там, сто десять тысяч, такой, сто двадцать сто, он там, вот, он ездит откуда-то, с югов, там, два часа туда, два часа обратно, и люди не жалуются, а здесь, ну, как бы расслабляешься, немножко со временем привыкаешь, к тому, что клининг, головы, надо ехать три часа, ну, помощники нужны. Да, ну, с другой стороны, родителям, а я буду что-нибудь смирить. Зарплату пополам делить. Таван, на хлеб немного не надо. Да, вот вопрос, а, точнее вопрос, вот Максим уточняет, это вот Максим, который на восемь месяцев английский, учитель, или ирландский, не знаю. Уиклоу, это графство. Кирилл спрашивает, японские автомобили распространены? Ну да, правый руль же. Какие автомобили? Японские есть? Есть, своими обходились? Экзотика, если чисто японская. GDM, если, то это экзотика. А у тебя что, ровер или что-то? Что есть английский? Воксхол. А? Воксхол. Ну, это опель, по сути дела. опель. Английский опель. Да, да, да. Но вообще, один в один только ему шлиду другую прилепили. И мили на циферблат поставили. У меня форт фокус 3. Универсал. Форт фокус 3. Дизель. Здесь дизель распространен больше, чем в России, мне кажется. Здесь много чего надеется. Много или другие какие-то. Просто прикольно. Просто они хотят выпендриться. У них правый руль и дизель. Да. Трактика тракта. Все не как у других людей. Красота. Да. Коллеги, еще вопрос. Вот уйгура, караоке спрашивают, как зовут, как связаться. Уйгура, посмотри стрим полностью. Тут еще вопросы задают, какие каналы, нюансы работы в этих странах. Я вот ссылку дал на канал Игоря. Можешь отслеживать, подписывайся и следи за как работать. Мари, ты подписчиков набрал, Игорь. Хорошо. Нет, я, собственно, для этого и создал, потому что вот твой стрим подтолкнул меня к этому. У меня есть друзья, которые, да, геодезисты спрашивают. В принципе, люди спрашивают, как она жизнь здесь. Мы для этого с женой создали в Телеграме там канал для близких нам людей. Тех, кто интересуется, мы туда всех приглашаем, мы там рассказываем о жизни. И, собственно, да, вот этот стрим подтолкнул меня к созданию этого YouTube-канала, потому что тоже вопросы от геодезистов есть. Как это, как то, и я поначалу тратил много времени каждому, ну, созваниваешься, там, рассказываешь. По сути, все одно и то же. И если, да, если будут конкретные вопросы, я с удовольствием отвечу. И отвечая на один вопрос при большой достаточной аудитории ни одному человеку, больше, чем одному, ну, убиваем нескольких зайцев одним выстрелом. То есть, сразу несколько людей узнают, если я отвечу одному. На один вопрос отвечаю, несколько людей мне уже этот вопрос не зададут. да, заходите, задавайте вопрос. Мне так легче на самом деле будет, потому что самому там вымучивать из того, что я делаю каждый день, какой-то контент, ну, достаточно сложно. Поэтому, если будут вопросы, я с удовольствием на них отвечу, расскажу, покажу и без проблем. Да. Коллеги, еще вопросы? Ссылку на канал я дал. Ну, а так, Уйгор, это у нас вот Игорь и Александр. Работают в Ирландии, в двух разных Ирландиях, живут и работают. Коллеги, вопросы, 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 в принципе, уже больше двух часов. Ставим лайки, да, кто смотрит записи или сейчас онлайн. Также можно задать вопрос через донаты. У нас один вопрос был от ФСБ. ФСБ нормально донатят? Да все, бедные ФСБ. По минимуму прошлись. ФСБ не особо донатят. Неинтересно бы ФСБ, короче, ребят. ФСБ на вас забил. Особенно на Сашу. Он давно где-то там скитается. Да. Да, ну, если вопросов нет, тогда будем закругляться. Сейчас я посмотрю еще у нас с ВК. Какие были вопросы? Ничего не забыли? Какие налоги? Это все. как мастера все вроде бы спросил. А тут вопрос появился в чате. Какие сюрпризы ждут? А, ну, Уйгур, да, пришел, задает вопрос. Да. Какие еще сюрпризы ждут наши геотисты? Я видел, да, твой вопрос, Уйгур. Просто, ну, вроде бы мы это уже сказали. Скорее, не сюрпризы, как устроиться, да, но это вроде бы мы уже обсудили. Игорь, есть что добавить? Какие сюрпризы ждут? А, ну, какие сюрпризы? Тут, в принципе, я уже говорил, что все намного проще, как мне кажется, с одной стороны. С другой стороны, да, вот этот вот языковой барьер, может быть, у кого-то обнаружится, и с этим будут проблемы основные. А так, ну, да, здесь работают по одному. в основном это роботы, да, то есть, если это хиометры, задание получаешь по электронной почте, поехал, отснял, если надо, отрисовал, отдал директору, дальше все. Никто ничего не печатает, отправляется заказчику, заказчик доволен платить деньги. Кидалова я не слышал, у нас тоже один из важных вопросов, заказчик не выплатил деньги, я такого не слышал от робота. То есть, он ругается, он начинает уже там, а, вот они такие нехорошие, когда там пару дней просрочили, он уже так начинает, но чтобы кто-то кого-то там на деньги кинул, я такого не слышал. Из сюрпризов, я не знаю, какие-то вещи, может быть, которые непривычные, непривычные, это то, что зимы нет, вот, особенно, когда я в Хантамансисе, в округе работал, там, да, там, я еще зимой работал, там, кстати, привет, ребята мои, передавали, вот, из-за Пегаса, привет, Сергей, запоздал, но привет, вот, там, ну, там нормально было, что, минус 30 и ниже температура здесь, ну, насколько мне известно, если минус 5, это уже прям, прям, ой, как холодно, поэтому зимней резины здесь нет, вот сюрприз, кстати, да, может быть, при минус 5. Тепло бывает, тепло, тепло, ну, просто минус 5, это холодно, это, считай, Париж, у вас что там, сумрачный Париж, просто, что ли? Нет, я еще больше захотел, летом, летом, вот, ну, скажем, 20, там, если 25, это уже, типа, жарко. солнышко-то бывает, солнце. Ну, конечно, бывает. Конечно, бывает. Хорошая самая погода, это круглый год ходить в пиджачке. Вот так здесь и происходит. Градусов 10, 5. Да, 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 ну, вот сейчас, конец октября, сейчас дневные температуры, ну, типа, плюс 15, там, иногда там 13, иногда 18, плюс 15. Причем, пару месяцев назад было примерно то же самое. Я сегодня, меня, вчера, вчера меня попросили фотку найти, это было там в конце мая или в июне, ну, то есть, типа, лето, нет, это в июне, да, было. Я обнаружил, что я фотки листал, и обнаружил, что я был в той же самой одежде, в чем и сейчас. То есть, перепад, вот эти 5 градусов, которые, 5 градусов, вот этот перепад, который случился с июня по конец октября, ну, для России, что такое, там, у нас в Саратовской области летом плюс 35, зимой там и минус 30, может быть, там, как бы, и ты и 35, может быть, да, вот, поэтому здесь почти ничего не меняется, и, ну, зимой, да, там, ночью заморозки бывают, и иногда случаются коллапсы, я слышал такие, несколько лет назад там снег выпал, который не растаял в течение дня, который там день-два пролежал, ну, нет, 18, да, вот 18, вот, и здесь, и все встало, все встало, зимней резины ни у кого нет, и если снег лежит, там небезопасно, аварий много было, и, ну, как-то, это, приспособленные ирландцы, да, 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 вот такие сюрпризы могут быть, а так, да, весь, весь год работаешь, дождики, ну, бывают дождики, летом их меньше, зимой больше, но, в целом, ну, это стереотип, по большей части, что прямо здесь вот каждый день льет, не знаю, мое личное мнение, льет, блин, нон-стопом, задолбало, я, может, конечно, постоянно избалованный, более комфортный, то есть я, как бы, ну, все-таки пожил там в разных местах, и, ну, в Санкт-Петербурге жил там, в Санкт-Петербурге, здесь вот не хуже, чем в Санкт-Петербурге, однозначно, но, как бы, холодный ветер, в футболочке ходить сложно, очень, как бы, потому что выходишь в футболочке, а через три минуты налетает какой-то вьюга, который тебя просто насквозь выдывает, вот, местные, они, как бы, немножко другого формата люди, то есть они ходят, что зимой, что летом, многие из них в футболках, офшортах, и не ежатся, ничего, вот, но для человека, который привык, как бы, что лета оно бывает, как бы, оно теплое, оно там больше, чем полтора часа в день, вот, как бы, может быть сложно, на юге у Игоря поприятнее, на самом деле, потому что, ну, Дублин, он чуть потеплее, вот, как бы, на севере прохладно, здесь такое есть, я не знаю, как это, присказка, что ли, такая местная, что четыре сезона в один день, и реально так, то есть ты можешь с утра выйти, там, подморожено будет, а потом у тебя там какой-нибудь, я не знаю, дождик такой, на весенний похожий, потом реальное, и проблема в том, вот, как геодезисту, в том, что у тебя есть, например, несколько вариантов одежды, как бы это странно не звучало, при том, что вот это колебание температур, не такое большое, но у тебя есть там дождевая, есть потеплее одежда, на холодную, машина, да, 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 и ходишь, постоянно переодеваешься, то есть ты несколько раз за день хочешь переодеваться, то есть начинаешь, есть такая куртка, по российским меркам ее не назовешь, прям сильно утепленной, но это, по российским меркам, это, наверное, то, что у нас продается на как раз осень, весну, такие куртки, вот, здесь такая куртка, как в Хантамансийске, там, явно не нужна, это лишнее, вот, и, собственно, в ней ты начинаешь, то есть это в зимний, в зимнее Ирландское, куртке ты начинаешь потом теплее становится и ты в общем до переодеваешься какой-нибудь толстовки жилетку одеваешь поверх толстовки потом в толстовке становится жарко уже днем там плюс 20 становится ты снимаешь толстовку возвращаешься к машине снимаешь жилетку снимаешь толстовку одеваешь жилетку на майку и в середине дня ты с утра был в зимней куртке в середине дня ты в майки, и тебе жарко. То есть солнце припекает немножко. Такое, да, такое реально есть. В горах, короче. Ну, примерно. Но здесь есть горы. Немножко, правда. И не такие низкие, но есть. А, ребята, мне нужно с ребенком заниматься. Все, да. Не, ну мы закругляемся уже, я думаю, мы больше двух часов сидим. Игорь любит поговорить. Сейчас Игоря одного оставим. Да, Саш, ты прям что, побежал что-то уже? Да, я завершу, давай. Три минуты. Да, коллеги, ну, спасибо Игорю с Александром, что согласились на этот совместный стрим. Ссылку, да, на канал Игоря я оставлял. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Я буду просить коллег ответить. Если будут вопросы, на которые сам не смогу ответить. Вопросы к временным меткам прикреплять, но это надо, соответственно, кому-то этим заняться. Мне этим заниматься некогда будет. Да, спасибо коллеги тем, кто был онлайн, что пришли на этот вот стрим совместный. Спасибо коллегам из Ирландии. Всем спасибо. Всем пока. Коллеги, Игорь, Александр, скажите что-нибудь пожелание, может быть. Или пока просто. Желаем всем мира и спокойствия. И как бы еще какого-нибудь паспорта дополнительного, чтобы свободнее двигаться. Паспорт прекрасно. Паспорт решает многие проблемы. Да, я хотел сказать, что присоединяюсь к Александру. Всем мирного неба над головой, как говорится, насколько это возможно. И да, по поводу связи. Мы на связи. По крайней мере, я если найду интересную тему, могу рассказать. Если зададите вопросы, с удовольствием всем отвечу. Если у кого-то есть какие-то варианты по переездам сюда, кто-то, я имею в виду, более детально подходит к этому вопросу. Все детали, что сам знаю, могу вам донести. Пожалуйста. Саша вот оставил там ссылку на мой YouTube. Он новый, там мало насыщения, но если вы мне поможете, мы его немножко насытим информацией. Но опять же, если это интересно. Поэтому если есть интерес, задавайте вопросы и почему нет, отвечу всем. Спасибо, коллеги. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч. Пока-пока. Пока.